у нас сегодня тема это наше шестое занятие для тех кто впервые и тема у нас сегодня уже как бы касается методов борьбы и мы ее разделили условно на две такие части первую часть я расскажу о том какие способы формы организации например действий выбирают анархисты и немножко расскажу почему такие они и не они другие и мы немножко затронем в самым последним или предпоследнем моем слайде будет речь о прямом действии вот и я различных формах его и там возникнет вопрос ну такого радикализма насилия да как это часто называют вот и мы во второй части рассмотрим уже непосредственно как бы феномен до такой насильственности или что можно считать насилием и как бы вот такую такой противоречия между насильственными и ненасильственными формами сопротивления и возможно здесь ну немножко будет интересно поговорить потом в контексте белорусского восстания вот что такое мирные немирные методы борьбы почему ну и то есть вот сейчас как бы есть какой-то пример казахстана и так далее вот вроде бы мы сегодня не планируем говорить долго но посмотрим поэтому я имею до что будет в конце чуть больше времени для того чтобы нам с вами побеседовать вот и можно тогда наверное начать я разделила свою часть на несколько таких условных как сказать условных категорий да или классифицировала методы анархистов и возможно те люди которые ходили раньше где мы рассказывали о направлениях анархизма и как бы что хотят различные то есть потому что анархисты принципе разные они часто видят по-разному переход от существующего общества к новому обществу и по-разному видят также то как будет выглядеть новое общество то есть анархистов объединяет скорее принципы на которых это общество будет функционировать вот и поэтому у разных анархистов можно как бы сказать найти разные способы или формы того чего что они делают и например некоторые анархисты считают что не будет например какого-то скачка то есть нет нету такого что вот в какой-то день просто происходит революция и завтра мы резко становимся анархистами или резко все люди почему-то подумают что вот это именно то чего они хотят и они поймут что такое вообще анархии как они и как бы то есть этот это направление анархистов то или анархизма критикует скорее такой подход как единовременный прорыв до такое историческое просто событие которое сметает все на своем пути и нас и завтра получает хорошее красивое завтра и в этой связи они говорят о том что люди в принципе поскольку мы за счет как бы какой-то государственной пропаганды за счет очень много ну как бы потока информации с разных сторон от разных политических течений до от какой-то такой мульти ну какой-то множественности вообще того чего можно представить себе ну нам сложно ориентироваться в этом мире и поэтому и мы отчуждены и вот друг друга атомизированы и мы не представляем вообще как мы могли бы действовать что тоже является такой пропагандой государства пропагандой такой представительной демократии что мы можем только так то есть только через выборы и только там через президента через парламент мы можем взаимодействовать и никак по-другому и поэтому для того чтобы фантазировать о чем-то другом и видеть в этом как бы достижимую какую-то цель необходимо говорить об этом общаться с людьми взаимодействовать с ними просвещать их ну скажем тогда поэтому я здесь написала через слэш агитация или просвещение то есть либо образование но это имеется ввиду скорее как бы распространение анархистских идей да то есть скорее теоретических но в том числе как бы вовлечение людей с которыми ты что-то делаешь или с которыми ты например взаимодействуешь ну вот например как мира в рамках школы мы рассказываем что-то от себя и как бы даем вам как бы заглянуть так как мы видим мир вот и например пообсуждать с вами увидеть то как бы как для другие люди не ну то есть например вы не согласны с нами в чем-то и так далее вот и вот в этом как бы есть смысл такого скажем так просветительского направления то есть мы понимаем что возможно хватит ну необходимо будет еще достаточно долгое время для того чтобы люди в принципе и как бы люди постоянно рождаются новые да то есть нету такого момента когда все просто резко стали что-то поняли и это одно одно понимание вот поэтому ну просто необходимо все время про это говорить все время как-то что-то объяснять делиться и так далее вот здесь я поставила как бы естественно да это издание книг например или перевод книг это перевод или создание фильмов например чаще всего документальных если мы говорим про анархистов обычно это фильмы про протесты либо про какие-то движения либо про какие-то коллективы которые успешно например достигают какой-то цели это могут быть брошюры то есть это то есть брошюра это такой микро памфлет скажем тогда в котором ты можешь на какую-то определенную тему высказаться и такие брошюры можно там вместо листовок например где-то распространять раздавать и так далее вот есть еще ну вот то что я говорила про образовательные мероприятия сюда можно включить все что угодно начиная от лекции заканчивая например даже кинопоказами в конце которых например есть какая-то дискуссия вот где можно обсудить какие-то социальные моменты даже не говоря о том что это какие-то анархистские кинопоказы всегда можно привлекать внимание каким-то сторонам или обращать внимание как на какие-то тенденции очень важно наверное я думаю для многих анархистов особенно сейчас потому что в анархизм очень часто приходят сейчас через субкультуру это в основном через такую протестную такую панк-хардкор субкультуру либо политический хип-хоп по последнее время то есть музыка она часто становится музыка концерты часто становится тем местом где как бы людям условно легально можно быть и это как будто не типично политичное место но при этом за счет взаимодействия с людьми которых ты там видишь присоединение подключение к их комьюнити происходит вот как бы обмен вот этими вот скажем так практиками или такими марки маркерами вот этой субкультуры да которую как бы люди особенно молодые люди достаточно быстро перехватывают им как бы интересно в этом находиться вот поэтому ну и в том числе через музыку если вы когда-нибудь были или может быть вы будете на каком-то анархистском концерте иногда сложно понять что там этих текстах но если их почитать то в основном это политические тексты вот то есть скажем так многие из этих групп считают себя ну таким то есть вместо того чтобы там не знаю кто-то сел написал книгу кто-то может написать песню и за счет того что она там будет популярной ее буду слушать это как бы тоже такое вот ну скажем создание какого-то образ ну то есть думаю что не нужно объяснять как это работает да то есть за счет культуры нас как-то что-то влияет и мы воспринимаем это как что-то что нам близко подкасты к сожалению на русскоязычном пространстве очень мало анархистских подкастов если они вообще есть я знаю что есть несколько влогов ну или как бы таких как будто бы выпусков где анархисты либо отдельные люди либо какие-то коллективы сейчас очень часто я так понимаю у меня просто нет инстаграма но я так понимаю что сейчас в инстаграме очень популярно я вижу иногда что кто-то репостит что происходит какие-то там типа созвоны между разными активистами можно там взять не знаю интервью какого-то коллектива например там конь там сквота или у каких-нибудь питерских кооперативов и так далее то есть я сейчас говорю про русскоязычную сферу вот ну блоге то же самое да то есть типа попытка через какой-то там текст воздействовать на людей и за счет наращивания подписчиков да то есть распространять вот эти идеи участие в протестов я записала сюда хотя возможно покажется что это похоже даже ну что почему это да почему это просветительская почему эта агитация объясню почему мне кажется что несмотря на то что в европе до часто как бы протест считается ну вообще-то легальным способом дают а считает таким правом человека в на выражение своего мнения но при этом это в основном всегда только право на выражение мнения но не право на принятие решения или на влияние на принятие решений иногда действительно политики если этот слишком достаточно критическая масса людей которые выходят на протест по какому-то поводу либо если какое то есть еще лобби дополнительное то каким-то образом можно влиять на принятие решений но мы видим что например там страйк обед в польше хоть это был типа очень массовый протест не изменил ничего потому что есть как бы очень жесткое противодействие со стороны как бы господствующих да там и классов и вот господствующей религии и так далее то есть неважно абсолютно сколько было какая была критическая масса потому что политически это решение было принято и ну как сказать с последствиями его принятия было государство готово мириться поэтому когда я говорю про участие в протестах мне есть ощущение что поскольку протесты и в основном мы будем чуть позже говорить вот там про прямое действие и про более например радикальные способы участия в протестах сейчас протесты особенно вот те которые проходят под знаменем под знаменем то что это там только мирный вот мы ничего не нарушаем просто как бы заявляем о себе то я это рассматриваю скорее как способ действительно просто сагитировать до либо людей которые тебя видят вокруг ну то есть ты идешь ты представляешь какой-то месседж и люди вокруг тебя видят что ты за это выступаешь или ты против этого выступаешь очень многие ну если мы говорим конкретно про анархистов анархисты часто участвуют в протестах для того чтобы ну как бы добиться кота медиа эффекта и заявить о том что у нас такая позиция как у анархистов то есть мы не просто единолично пошли каждый там за себя да и как бы в массу влились а как будто важно показать что вот такая политическая группа имеет такую повестку иногда можно приходить на какие-то протесты которые не совсем в канву анархическую например в вливаются но на этих протестах можно заявлять там посредством речей листовок еще чего-то свою политическую позицию ну то есть почему мы здесь несмотря на того что мы можем критически относиться к чему-то вот и мне кажется что достаточно было привычно видеть например анархистов на протестах в беларуси несмотря на то что изначально протесты касались например выборов да и там попытки например то есть основное требование протеста было провести новые выборы да и несмотря на то что анархисты белорусские не поддерживают как бы это требование потому что мы не поддерживаем в целом представительскую демократию но нам было важно участвовать в движении людей в котором которые двигаются как бы к прогрессу да то есть это в любом случае движение о куда-то вперед и этого ну нам было важно присутствовать там и мы тоже были скажем так против всех этих репрессий то есть мы просто с другой немножко призмы с другой перспективой приходили и соответственно раздавали там как бы свою перспективу на то как как мы видим протесты куда он мы хотели бы чтобы он двигался да но поскольку анархисты небо не были не могли быть там в 500 тысячной толпе критической массой никакой то естественно ну как бы у нас была ограничена достаточно возможность распространить да какие-то свои свои взгляды на это или поделиться даже своим вот ну и есть что-то что можно назвать перформансами то есть это какие-то вещи которые тоже скорее для привлечения внимания для медиа эффекта ну как бы что-то креативное к сожалению сейчас анархисты как-то редко этим занимаются мне кажется чаще этим занимаются какие-то ну там до художники или ну в целом люди такие более творческие скажем так вот и и но например в 90-х если есть такая брошюрка анархизм от 90 тысяч девятьсот по моему 92 по 2002 который писал паулюк коновальщик и там типа очень много каких-то очень прикольных то есть вот как только только беларусь скажем так стала свободной ну то есть развалился совок и было очень много вообще в целом движения такого я так понимаю не только как бы анархистов но в целом там например словно было там какое-то такое фейковое участие в выборах там где подавали там фото кота ну то есть то есть это тоже все было и сейчас этого просто как бы не видно в том числе потому что уже публичная сфера наверное с 2000 там 8 5 наверное года принципе закрыта была для анархистов то есть ну как бы приходилось существовать каких-то таких полуподпольных условиях поэтому как бы привлекать к себе внимание прям вот так вот на улице и ничего за это не получать было достаточно сложно дальше я подумала что важно упомянуть здесь про такой метод я тоже считаю это методом борьбы как альтернативный создание альтернативных структур потому что мы говорили уже у нас было несколько занятий на то насчет того что анархисты критикуют демократию и вообще в целом управление от изверха вниз или организацию людей сверху вниз то есть или и критикуют капитализм а именно что то что эксплуатирует одного человека другим способствует обогащению одного человека за счет многих и поэтому анархисты не только критикуют это но и пытаются создавать как бы альтернативные структуры уже сейчас то есть говоря о том что мы хотим бы попробовать на практике что-то что могло бы быть на бу в будущем распространено на более массовый на более масштабный уровень ну и например некоторые из этих вещей они скорее касаются отстаивания каких-то прав которые анархисты считают скажем так правом человека да ну то есть на таком уровне не той нет он не такому оновском уровне декларации прав а таком скажем так натуральных естественных правах человека ну то есть например сквотерство анархисты заявляют о том что любой человек имеет право на норма ну как бы на условия где он может жить и бездомные люди появляются в том числе потому особенно ну вот там словно на западе в том числе потому что у них их как бы они не способны выплачивать ипотеки они теряют работу не знаю там у них какие-то проблемы с каким-то бизнесом и так далее банкротятся и то есть это как бы типичное проявление капитализма и неспособности человека перед лицом как бы ну вот такого большого общества которое на очень жесткой конкуренции организовано неспособность его каким-то образом вообще поддержать себя если ты где-то немножко оступился у тебя там что-то со здоровьем получить там проблема какая-то то есть ты сразу как бы выбегаешь из этого вот соперничества вот из квотерства я говорила уже когда рассказывала про аду это сама сама захват каких-то пустующих помещений очень часто таких помещений очень много я думаю если вы походите по варшаве особенно например поехав на прагу какую-нибудь да очень много старых скажем так заброшенных мест и они заброшены в том числе только потому что у собственникам их выгодно чтобы они быстрее пришли в упадок чтобы их не ремонтировать потому что сейчас построить новое что-то проще чем ремонтировать старое точнее не проще а дешевле вот и поэтому намеренно как бы эти места отселяются да и как бы стоят просто ветшают и через какое-то время просто там происходит джентрификация то есть скажем так обуржуазивание района куда заселяются какие-нибудь там не знаю новые айтишники в какие-нибудь квартиры и район полностью меняет свое свой облик он становится более дорогим снимать там помещение становится тоже дороже соответственно как бы люди которые там раньше жили и не вынуждены куда-то на периферию уезжать какие-то там условно ближайшие деревни например да там в других городах там в какой-нибудь бразилии вообще в каких-то фавелах жить вот и сквотерство но эта попытка сказать о том что вот сейчас прямо сейчас пустуют здание где могли бы быть жить люди и если ну и то есть деньги или там жажда наживы конкретного хозяина не важнее жизни или благосостояния людей и поэтому если есть люди которым необходимо жилье и вот есть стоит жилье то они имеют право его захватить ну и как бы часто сквотерство в разных странах она проявляется по-разному но например в западной европе скорее сквотерство производится в виде такой символической акции в плане что это действительно происходит и люди там действительно остаются жить но они делают из этого обязательно какой-то политический проект то есть с каким таким заявлением то есть они живут там не нелегально там прячась до чтобы их никто не увидел а намеренно показывая особенно если это делается в центре какого-то города то есть намеренно показывая демонстрирую вот такую вот контраст между тем вот что вот какая-то улица там супер модная и вот здесь стоит как у какое-то ветхое здание где вы вы тоже так можете да то есть как вот такой посыл вот но например в испании в барселоне если вы приедете очень много сквотов просто люди которым нужны жилье вот и это это не является таким ну то есть это как бы в своем в своем базисе это политическое движение потому что ну как бы эти люди тоже считают себя вправе но они не делают из этого какой-то там жест до политический вот образовательные структуры выше я говорила про образовательные мероприятия здесь скажу про то что можно назвать типа школы детские сады что-то что иногда называются университетами но я знаю что например есть попытки установить ну то есть у анархистов есть критика системного такого традиционного образования с подходом тоже таким достаточно авторитарным от учителя к ученику и с подходом таким что как бы государству выгодно например в плодить не критично мыслящих людей вот и не свободных людей людей которые просто подготовки вводятся к тому чтобы потом они хорошо работали умирали там и выражали новых детей и людей и так далее вот и поэтому ну то есть анархистов есть какой-то свой взгляд но это не не часть этой лекции чтобы объяснять каким образом они смотрят на образование но в целом это такое развитие критического мышления развития свободы развитие инициативы у ребенка особенно ну и в том числе у взрослых людей и поэтому и исторически и сейчас тоже есть достаточно много в разных странах проектов которые направлены именно на обучение вот и например ну как бы типичная можно назвать школа пайдея которая в испании существует уже достаточно давно и там люди учатся от там пяти лет до 16 то есть это как бы такой вот ну достаточно как бы школа куда тоже ну и там все решения принимаются как бы вместе с учениками на ассамблеях и был даже случай когда дети решили выгнать всех взрослых вот но через неделю они позвали их обратно потому что им не удалось самостоятельно функционировать как они хотели вот эта школа она как бы развивает в людину в этих детях такую очень кооперативную оперативный подход то есть там как бы они все дежурят сами готовят для себя сами убирают сами придумывают чтобы им хотелось изучить и при этом ну как бы по показателям эти дети достаточно хорошо сдают ну все равно им нужно будет сдать этот государственный экзамен и потом они конечно когда поступают в университет все в шоке от того что им приходится теперь сидеть вот так вот по партам они в кругу там ну то есть у них как бы очень сильная разрыв шаблона идет как бы когда они попадают вот в этот ну скажем так обычный мир но ну и там например многие из этих людей не становятся активистами но это при этом люди которых есть эти принципы и вот такие ну скажем видение мира которое они там увидели но скорее всего они будут воспроизводить в каких-то своих проектах до в работе и так далее вот правозащитные структуры когда я говорю об этом то есть зачем анархистам альтернативные правозащитные структуры ну анархистов как и в принципе других людей ну в частности там сейчас в беларуси тоже репрессируют но к сожалению есть в правозащитном дискурсе такая жесткая лобби мирного ненасильственного сопротивления вот и поэтому очень часто особенно раньше так было сейчас чуть-чуть как бы изменилась позиция но в целом анархистам было сложно получить поддержку от правозащитников в том числе ну каких какую-то финансовую либо даже юридическую если они например там вредили там собственность да то есть что уже считалось автоматически насильственным методом и и соответственно как бы анархистам приходится формировать ну и это как бы не что-то что они вынуждены делать и им так это сложно ну скорее это просто нормальное существование в мире существует различные либо это формируется в виде групп солидарности под конкретный кейс да когда люди пытаются собрать деньги или привлечь внимание конкретному заключенному или конкретному делу уголовному но в целом давно существует анархический черный крест это такая сеть то есть коллективов это может быть коллективы в некоторых странах в каждом городе может быть коллектив например беларуси это называется на очка беларуси он как бы существует ну как сказать охватывает людей которые живут то есть анархистов или антифашистов которые живут на территории до всей беларуси где-то это может быть очка Москва, где-то это может быть, не знаю, ЧК Берлин и так далее, вот, и такие структуры помогают по своим каналам тоже привлекать какие-то средства для поддержки, формировать повестку, привлекать внимание и там как-то тоже форсировать признание политзаключенными анархистов, вот, как бы менять вот этот подход, вот, ну и с разной там меры успешности это происходит. Когда я говорила про капитализм, в капитализме присущно вот такое, скажем так, перепроизводство, да, то есть производство для того, чтобы просто все покупали, потом сразу выбрасывали, покупали новое, потому что это модно, потому что это там какой-то новый бренд, либо что-то, например, специально ломается или устаревает для того, чтобы произвели новые вещи, вот, и такое, как бы, как сказать, такой кризис потребительства, что ли, когда людям, люди, людей определяют то, что они имеют, а не то, кем они действительно являются или чего они хотят, вот, и мы начинаем как бы с друг другом соревноваться, смотреть, как кто одевается, да, кто как выглядит, вот, какой-то статус приобретаем за счет вещей, вот, ну и поскольку анархисты это критикуют, попытка делать какие-то альтернативы этому происходит, например, через фримаркеты и фрешоп, и фрешоп это, ну, собственно, какое-то просто помещение, где любой человек может принести какие-то ненужные себе свои вещи, но те, которые можно носить или пользоваться, они не ломанные, не рваные, вот, и другие люди могут их забрать, либо фримаркет это просто как бы то же самое, но это просто как событие, да, то есть это временная какая-то площадка, на которой люди могут в режиме онлайн, в режиме реального времени, да, обмениваться, и это не прямой обмен, да, то есть мы не устраиваем из этого какие-то аукционы, не говорим, если ты мне дашь там кружку, я тебе там, ладно, дам вилку, вот, то есть очень важно показывать, что это именно не прямой обмен, и это не какой-то бартер, где ты обязательно должен за ценность получить какую-то отдельную ценность, то есть что-то для тебя ценности уже не несет, но это может быть ценно для другого, и это окей, ничего не принести много, но ничего не забрать, вот, в Минске был фримаркет, ну, коллектив фримаркета, который, да, к сожалению, тоже сейчас частично сел, частично выехал, фрешопа не было, потому что, ну, как бы не было помещения у анархистов в Беларуси никогда, но, например, здесь есть, мне кажется, на Аде где-то наверняка есть какой-то фрешоп, да, вот, фримаркеты, не знаю, проводятся ли, но, например, фримаркеты, это как бы такая очень западная вещь, то есть, например, в Америке они проходят достаточно часто в качестве просто таких ежи, условно, в парках каких-то, да, еженедельно происходит там, как бы это как комьюнити органайзинг такой, да, то есть, типа, всех соседей просто призывают, ну, это как бы там можно ходить по газонам, да, как бы не объявлять это какой-то протестной акцией, чтобы это провести, вот, к сожалению, даже в Минске это было невозможно просто провести на, ну, на открытом воздухе что-то, потому что это уже считается как бы массовым собранием, вот. Комуны, жилищные проекты, тоже мы немножко затрагивали в предыдущих темах о том, что анархисты видят мир, ну, будущий мир таким, где люди будут взаимодействовать друг с другом, а именно часто либо на рабочем месте, да, в основном формировать коллективы, либо на, по месту жительства, а скорее всего, одновременно и там, и там, да, или как-то по интересам, по месту жительства, по работе и еще как-то, вот. И вот, например, жить в коммунах по-разному воспринимается, то есть иногда это воспринимается, кто-то еще видит в этом очень хороший пример того, как можно существовать и пробовать на практике, как бы, насколько вот люди, да, как бы действительно способны уживаться долгосрочно, производить какие-то вещи и устойчиво существовать, вот. Есть, можете почитать про коммуну Нидеркаффенген в Германии, она существует, по-моему, уже более, около 50 лет, и там что-то типа 150 или 200 человек живет, вот. И как бы, да, они там прям как-то типа рожают детей даже, и, но к ним, ну, то есть туда не так просто, просто приехать и начать жить, то есть там есть какой-то тоже процесс, то есть она закрыта в том плане, что есть ограниченное количество ресурсов и мест жительства, например, да, для людей, то есть туда не принимают просто всех, вот. Но это такая попытка сформировать какое-то сообщество и проверить вот эти принципы на практике, научиться разбираться с конфликтами, научиться разбираться с какими-то вещами, которые возникают. Но при этом это тоже может быть иногда критиковаться как такая попытка эскапизма, да, то есть что просто вот мы взяли как бы кучу людей, таких достаточно свободомыслящих, да, которые могли бы что-то там менять, и вот они просто уезжают и там живут в своем хорошем мирке, и как бы а в этом, а мы тут горим в аду, типа, вот, и там пробуем что-то, ну, то есть, типа, коммуна способна жить безопасно только в ситуации, когда вокруг нее происходит какая-то борьба за то, чтобы не наступали на это право, например, даже жить в коммуне, да, вот. Вот, и часто, ну, скажем так, есть такое вот между активистами разное отношение к этому, что стоит ли вот так заниматься как бы таким обманом себя, скажем так, что вот выходить из мира и как бы считать, что... Но при этом это как бы имеет действительно свои плоды в плане опыта, который тоже могут люди передавать друг другу или там описывать его как-то, и на что-то, на что можно всегда ссылаться, они все время говорили, ну, вот, анархизм, вот, такая утопия, такая утопия, ну, как бы есть действительно вещи, которые можно на практике проверить. И жилищные проекты очень распространены, насколько я знаю, сейчас в Германии, да, это вот всякие хаос-проекты, вот, где люди просто либо живут вместе, например, снимают целый подъезд, ну, и как бы там на всех этажах просто живут, как бы какие-то активисты, либо люди, которые им симпатизируют, и, соответственно, они как бы управляют вот этим всем подъездом совместно, пользуются какими-то совместными услугами, часто в квартирах какой-то общий бюджет. Ну, кто как договорится, знаю, что еще люди, у которых есть деньги или у которым легко взять какие-то кредиты ипотечные, часто даже просто, например, вот как у нас в Беларуси строится кооперативное жилье, да, и можно как бы покупать квартиры, то некоторые люди выкупают прям, например, целый дом, ну, как бы такой, например, на три этажа с двумя подъездами, и как бы люди просто, ну, словно находят 15 семей, которые как бы с ними сделают этот кооперативный проект, и, ну, типа, это все, это как бы их двор, их дом, ну, как бы со временем он передается. И есть еще, кстати, в Германии очень прикольная тема, это не обязательно какая-то активистская вещь, но это тоже из такого формата, и имею в виду не анархистская вещь, но она, естественно, активистская. Есть такой проект, не помню, как он называется, могу погуглить потом, когда есть специальная как будто общественная организация, которая выкупает в собственность какие-то квартиры вообще по всей Германии, у них есть вот этот реестр, как бы, да, что вообще доступно из жилья, и ты туда заселяешься, как бы, если ты присоединяешься, да, как бы членство в этой организации, тебе позволяет выбирать из квартир, доступных в разных городах, и ты тратишь, и ты платишь, как будто бы ты их снимаешь, но при этом съемные деньги идут не капиталисту, а в эту организацию, которая покупает все больше и больше квартир, и ты можешь просто перемещаться в городах, ну, как бы, ты можешь пожить два года, это не становится твоей собственностью, но становится правом, ну, то есть ты пользуешься, пока пользуешься, и ты можешь, например, пожить в Берлине, потом ты переехал по работе в Дрезден, и там просто заселился в квартиру, если она есть свободная, вот, мне кажется, тоже это очень интересный подход. Есть еще кооперативы потребительские, производственные, из производственных, можно сказать, ну, то есть это могут быть какие-то либо маленькие, либо что-то побольше, то есть это, как бы, изначально это что-то, когда люди делают что-то вроде ООО, но при этом нету директора, да, и они скидываются либо все по одинаковым каким-то деньгами своими, либо договариваются, например, что это не важно, кто вообще сколько скинул, важно скорее вклад каждого участника, вот, и внутри они договариваются о том, какая у них будет зарплата, сколько они хотят платить себе, сколько они хотят платить, там, например, каким-то другим сотрудникам, сколько хотят на новую, там, инвестиции какие-то в будущее, там, развитие тратить и так далее. Вот, например, в Минске был такой кооператив-листовка, да, небольшой печатный, вот, где, в принципе, такие вещи, ну, то есть около, сколько, три года, да, по-моему, он существовал, вот, но закрылся, естественно, как и все в Беларуси, вот. Ну, и мы, возможно, когда-нибудь, у нас есть некоторые люди в Варшаве, которые там работали, вот, мы когда-нибудь сделаем, возможно, встречу отдельную, просто поговорим про такие кооперативы и как это, каково это, как бы было, и насколько это было сложно, и потому что это тоже не так просто. Потребительский кооператив, это, ну, тоже, наверное, достаточно понятно звучит, это когда люди скидываются деньгами для того, чтобы покупать продукты или какие-то, ну, товары, которые им необходимы, и получать их, например, со склада, вот. И, например, я знаю, что вот в Варшаве есть такой кооператив Добже, вот, где можно покупать, ну, они занимаются в основном всякой биологической, ну, как бы, типа, органической, с местными фермерами сотрудничают какой-то едой, и туда можно платить в месяц 30 лотых, и отработать нужно, ну, подежурить в этом кооперативе три часа в месяц, то есть ты записываешься на дежурство и, там, например, разгружаешь что-то или стоишь на кассе, ну, то есть, как бы, занимаешься каким-то ответственностью, вот, и ты имеешь доступ к принятию решений, сколько чего будет заказано, какие цены вы устанавливаете на это, ну, и у них есть два магазина, где можно просто любому человеку прийти и купить, как бы, по ценам, ну, рыночным, а, собственно, члены кооператива с картой кооперативного члена получают это все со скидкой, вот, и это получается, как бы, ну, дешевле для них, и при этом они, как бы, для себя сами решают, что и у кого заказывать, особенно это уместно в контексте того, что сейчас очень многие вещи производятся со счет очень жесткой эксплуатации, как бы, людей, например, там, всякие, не знаю, бананы, кофе, где люди, там, просто за один цент, не знаю, работают в час, вот, и что, как бы, вместо того, чтобы покупать что-то такое, там, в магазинах, можно найти каких-то других производителей, которые будут более справедливо получать оплату, вот, или каких-то дружественных коллективов, вот, можно дальше, есть еще, да, с кооперативами можно связать то, что есть еще очень редко сейчас, но в целом иногда появляется возможность у рабочих, которые работали на каких-то заводах или на предприятиях за счет, например, банкротства владельца, или, там, за счет каких-то проблем у этого владельца, часто, когда государство не готово защищать этого капиталиста, рабочие могут захватить предприятие и установить там какой-то демократический контроль. Сейчас, я не могу сказать, я была недавно только в каком-то таком захваченном заводе в Италии, в Милане, но там они сделали из этого, как бы, такой именно кооператив, то есть они не стали производить то же самое, потому что там, как бы, раньше какие-то шины производили, а они просто, как бы, в этих захваченных помещениях, оставшиеся рабочие, просто, как бы, переквалифицировали на что-то, что им более интересно производить, и, как бы, часть отдали под склад, как бы, сдают, вот, то есть что-то существует, но оно в такой гибридной форме, вот, но, например, потом в конце у нас будет, там, список фильмов, вот, и можно будет посмотреть, там есть, как бы, отдельный фильм про захваченный завод, например, в Аргентине, вот, и как там люди, в принципе, взаимодействовали, как они налаживали вот этот новый процесс, как они искали себе клиентов, ну, потому что, как бы, никто с ними не хочет уже сотрудничать, потому что бывший владелец, там, ставил палки по лесу и так далее, вот, альтернативные медиа, соцсети, мессенджеры, серверы, фандрайзинговые платформы, да, зачем это все тоже нужно? Первое, это потому что, ну, как бы, анархисты критикуют корпорации, опять же, за то, что они наживаются на нас, наживаются, ну, там, например, тот же Facebook, да, как бы, мы, вроде, пользуемся бесплатно, но наше внимание стоит денег, рекламодатели, и, как бы, мы обогащаем этих людей, при этом за нами, как бы, очень сильно следят, нас собирают очень много личной информации, вот, и, как бы, опять же, соцсети очень часто делаются специально, ну, как бы, не развивается какая-то безопасность в этих соцсетях, а, наоборот, как бы, соцсети сотрудничают с местными, там, всякими структурами и могут выдавать какие-то данные про тебя, вот, поэтому часто анархисты, как бы, и за счет вот такой небезопасности или репрессивности каких-то методов, либо за счет их, как бы, скажем так, неэтичности, выбирают для себя создание каких-то своих отдельных систем, ну, и, то есть, есть отдельные, там, аналоги Твиттера, аналоги уже Инстаграма есть, аналоги Ютуба, ну, то есть, которые, в принципе, они безопасны для пользователя, они не преследуют жажду наживы, вот, аналоги всяких серверов для создания почты, для создания, там, не знаю, мессенджеров альтернативных для активистов, которые, как бы, не способны отследить или не собирают от тебя какую-то кучу информации, которую даже можно передать кому-то. Ну, и фандрайзинговые платформы тоже самое, потому что все, в основном, популярные платформы, они очень сильно, ну, они собирают какой-то процент, да, то есть, они, в принципе, за счет этого, как бы, тоже наживаются, ну, там, не знаю, от трех до десяти часто, да, забирают, вот, ну, и, как бы, отдельно делают, например, такие платформы, чтобы они были полностью бесплатны для того, чтобы, для тех людей, которые собирают на них деньги на нормальные вещи, ну, то есть, на какие-то активистские дела. Ну, и структуру международного взаимодействия я сюда записала, мне показалось важным сказать о том, что, ну, вот я, например, перевозчик, и очень интересно было узнать, например, что сейчас, например, тот же синхронный перевод, да, чтобы, там, организовать кому-то. Для многих даже компаний, ну, типа, даже просто, ну, как бы, мелких бизнесов это очень дорого, потому что необходимо нанимать, ну, то есть, во-первых, арендовать оборудование специальное, во-вторых, нанимать синхронных переводчиков, которые тоже за час достаточно много берут, вот, и при этом мы понимаем, что, как бы, это, то есть, это, а что такое синхронный перевод? Перевод – это ускорение коммуникации, это налаживание связей быстрее, даже несинхронный просто, ну, любой перевод, это, в принципе, как бы налаживание сетей, и сейчас это все больше и больше доступно только, как бы, тем, у кого есть ресурс, да, то есть для того, чтобы нам с кем-то где-то пообщаться, нам, не знаю, нужно язык выучить, да, чтобы, там, кого-то как-то понять, а, ну, там, какие-то люди просто, там, за деньги быстро это могут, там, наладить, не знаю, новые рынки освоить и так далее, вот, и интересно, что, например, у анархистов существуют, во-первых, коллективы, которые производят бесплатно запчасти для таких, ну, как бы, таких самодельных систем для синхронного перевода, и они, как бы, открыто лежат в, ну, то есть, можно их, во-первых, заказать, во-вторых, собрать самостоятельно, или, там, просто они говорят, где купить части, то есть, это, как бы, тоже существует просто для того, чтобы упростить людям задачу, ну, и, соответственно, есть коллективы, которые либо сами закупают просто это оборудование, и к ним можно обращаться для того, чтобы проводить, например, какие-то съезды, какие-то мероприятия многоязычные, вот, презентации и так далее, ну, и есть, например, какой-то реестр переводчиков, которые могут из активистов, типа, помочь с этим, вот, и мне показалось, что это очень клево, как бы, иллюстрирует то, что можно это делать на очень низовом уровне, да, это не будет настолько профессионально, как, там, от какого-то переводчика, который работает в ООН, вот, но при этом это, как бы, для анархистов очень важно, ну, вот такая, как бы, сетевая структура международная, она всегда, ну, как бы, анархистов, как бы, спасает в том числе за счет вот этой солидарности, взаимопомощи и так далее, вот, и сюда еще записала дистро, что такое дистро, это distribution, да, по-английски, сокращение дистро, и это какие-то, часто это какие-то микромагазинчики, или это могут быть какие-то каналы в инстаграме, где анархисты могут, скажем так, продавать какие-то, какой-то свой мерч, да, так называемый, либо продавать книги, либо продавать какие-то маркированные, брендированные местными коллективами, там, байки или майки, что-то такое, и на них, там, например, собирать за какие-то, ну, то есть, за счет этого, как бы, финансировать, например, какую-то деятельность, какой-то местный активизм, вот, либо просто делать это для того, чтобы распространять, ну, и вот, например, самый большой в Европе дистро-коллектив, это Black Mosquito, он находится в Германии, и здесь, ну, просто очень много, если ты полистаешь, там, по, как бы, здесь, там, от одежды, заканчивая книгами, заканчивая, там, ну, то есть, условно, можно себе такой лайфстайл полностью, как бы, закрыть, и туда можно, в принципе, посылать свои, ну, свои произведенные, как бы, да, вещи, и их можно там продавать, вот. Вот, как бы, мы дошли до того, что, то есть, это все было, ну, скажем так, скорее строительство, да, когда мы говорим про прямое действие, кто вообще понимает, что это? Кто-то, кто был первым, я не вижу, вот тут, вот тут. В моем понимании, ну, это любое действие, которое направлено напрямую на приближение того, за что ты борешься, то есть, без посредников. Да, действительно, то есть, это, почему называется без посредников, потому что очень часто мы можем говорить о том, что вот есть, например, какая-то петиция, где мы, там, какие-то люди обращаемся к какому-то органу, или, там, кто-то, кто за нас должен, ну, мы просим его или давим на него или еще как-то, чтобы он принял решение, да, потому что у нас, к сожалению, в представительной демократии нету другого способа, кроме как придуманные, да, государством способы воздействия на само же государство, вот, и оно, как бы, принимает решение, когда оно хочет, там, не знаю, принять эту петицию, а когда оно хочет закрыть на нее глаза, или, там, когда оно хочет сфальсифицировать выборы, а когда хочет пустить, как бы, нового человека к власти, или что-то в этом роде, вот, и поэтому не только анархисты, как бы, в принципе, прямое действие, это достаточно распространенная тактика, она не связана напрямую с, то есть, это не сразу означает насильственное, то есть, это просто значит, что, действительно, ты непосредственно влияешь на причину какого-то своего дискомфорта, либо у тебя есть какая-то цель политическая, и ты об этом заявляешь, то есть, даже, как бы, протест на улице считается прямым действием, нежели, например, там, подписание петиции, да, то есть, мы выходим, и мы, как бы, требуем, и пытаемся что-то изменить, другое дело, что разные формы, естественно, в разных, как бы, в разных ситуациях работают по-разному, и здесь я просто перечислила те, которые часто можно встретить, либо, как бы, среди анархистов, либо те, за которые анархисты, как бы, наиболее выступают, ну, то есть, это можно начать с уничтожения собственности, то, что часто называется насильственным, таким протестом, насильственным сопротивлением, вот, то есть, как бы, зачем уничтожается собственность для того, чтобы сделать экономически невыгодным какую-то деятельность, то есть, например, где-то вырубается лес, и какие-то активисты сжигают, например, ночью какие-нибудь, там, комбайны или вот эти, там, как бы, что-то, что вывозит этот лес, да, то есть, чем, и, как бы, ну, такая группа, которая это делает, она, как бы, пропагандирует то, что мы, как бы, будем делать это до тех пор, пока вам это станет экономически невыгодно, потому что, ну, и понятно, что это не всегда работает, да, но при этом это, как бы, такой посылает какой-то такой сигнал, и очень интересно, что, например, в Америке существовали такие, ну, они до сих пор существуют, но уже в достаточно маленьком масштабе, может быть, слышали фронт освобождения Земли, фронт освобождения животных, они были очень сильно, как бы, массовыми и популярными в 90-е годы, и они занимались тем, что, ну, то есть фронт освобождения Земли, это такая экоактивистская, эко-радикальная группировка, которая занималась экотажем, ну, экотаж, это, как бы, экономический саботаж или экологический саботаж, вот, и, соответственно, они, ну, вот, действительно, приходили и сжигали просто, например, какую-нибудь, там, шахту или какое-то помещение для древообработки, или для древозаготовительное, вот, то есть что-то, что они считали, как бы, плохо для экологии, они это просто уничтожали, нанося часто ущерб, там, в миллионы долларов, да, то есть, ну, как бы, нужно понимать, что это, там, не просто, там, вот, типа, как сейчас, там, кто-то бросил, там, какой-то Кмолотов, да, и, там, на 13 рублей нанес ущерб, его посадили, там, на 20 лет, вот, то есть, как бы, это действительно приносило, типа, очень сильный ущерб, и очень долго, это, в принципе, тактика, ну, а фронт освобождения животных в основном занимался тем, что уничтожали лаборатории для опытов над животными, либо освобождали физические животных, которые, как бы, где-то находились, сжигали, как бы, фермы, там, для содержания, например, диких лошадей и прочих, вот, то есть, как бы, сейчас интересно, что Америка очень быстро приняла закон о домашнем терроризме, ну, национальном терроризме, внутреннем терроризме, и стала называть таких, как бы, людей, которые раньше проходили просто по статье, типа, порча, там, да, в крупном размере, окей, но теперь, как бы, они считаются, то есть, вот эта зеленая, как сказать, зеленая угроза, как они их назвали, вот, и очень многие активисты до сих пор сидят, то есть, там, прям, на 80 лет некоторых, как бы, садили за то, что, вот, потому что очень сильное было лобби, ну, вот, капиталистическое для того, чтобы их поставить как номер один угрозу, и я читала статью, когда готовилась про, сейчас я увижу твою руку, статью про то, как бы, про какие еще есть внутренние террористы в Америке, например, и там, естественно, очень много всяких, там, сторонников белого превосходства, там, как бы, нацистов каких-то, еще каких-то странных, там, заговорческих групп, при этом эти группы очень часто убивают людей, а, как бы, например, от действий вот этих фронтов, да, которые я упомянула, не пострадал ни один человек вообще за всю историю их акций, вот, но при этом, как бы, из-за того, что никому, ну, то есть нету бизнесу, неважно, что делают, как бы, нацисты или белые, там, сторонники белого превосходства, потому что они, как бы, никак не, никак не саботируют работу капитализма, вот, и поэтому нету никакого лобби для того, чтобы, там, в Сенате где-то продвигать больше наказания для них и так далее, в то время как, например, для этих активистов, да. Да, да, то есть это считается, как бы, нанесение экономического ущерба, или, там, заговор с целью нанесения экономического ущерба, обструкция, как бы, нормального функционирования, там, фермы или что-то в этом роде, вот, и поэтому сейчас, да, действительно, это, как бы, очень сильно наказывается. Блокирование вражеских мероприятий, я так написала вражеских, но это, как бы, разные, да, то есть смотря, кого конкретная анархистская группа или анархисты данные данного региона считают, как бы, своим врагом. Часто это какие-то тоже съезды, например, Большой Семерки, раньше Большой Восьмерки, Большой Двадцатки, и это было очень популярно и очень достаточно успешно в какой-то момент в 2000-х, то есть в конце 95-й, 69-й, 2001-й, вот, когда, если, может быть, слышали, там, про протесты в Генуе, протесты в Сиэтле, вот, когда, действительно, за счет большой массовой мобилизации активистов удавалось просто перекрывать, как бы, полгорода и, там, блокировать отели, где жили, например, там, всякие представители этих структур, и, ну, как бы, не давать им собраться, и это все стоило, как бы, тоже очень больших денег, но, к сожалению, там, вот, судя по последнему съезду Большой Двадцатки в Гамбурге, где тоже попытались, как бы, так блокировать город, то, ну, вышло так, что сейчас просто весь город блокируют еще до того, как, там, активисты туда приедут, и, в принципе, как бы, невозможно уже его, как бы, четко заблокировать, и поэтому акции, ну, более символически выглядят, вот, забастовки, сети солидарности, ну, про забастовки я долго не буду говорить, но это, как бы, в целом, и это тоже считается достаточно, ну, как бы, считается прямым действием, ну, как бы, не насильственного плана, да. Про сети солидарности могу сказать, что, поскольку сейчас очень сложно вообще в целом и в СНГ делать забастовки, поскольку нету независимого профсоюзного движения, и очень, ну, легко, там, людей просто увольнять, вот, но, например, появилась такая, было достаточно популярным несколько лет назад, такая организация, как сети солидарности, или такие коллективы, это когда сформировалась группа, и можно было в нее обращаться тем людям, которых, например, там, кинули с зарплатой, не знаю, не выплатили что-то, уволили по беспределу, и вместо того, чтобы, там, как бы, там, пытаться, там, судиться, ходить, там, как бы, с юристами общаться, вот эта группа, например, там, человек 20 могла просто помогать этому человеку, как бы, угрожая, как бы, владельцу бизнеса тем, что они, во-первых, будут препятствовать, как бы, работе, например, там, если это был, там, работник ресторана, можно было, как бы, раздавать листовки возле этого ресторана, делать какие-то пикеты, показывать людям, ну, то есть, влиять на посетителей, ну, и, то есть, очень часто, как бы, владельцу бизнеса удобнее заплатить эти, там, 500 рублей, да, чем, ну, как бы, тратить, ну, то есть, тратить свое время и тратить ресурсы на то, чтобы вот эти скандалы, как бы, унимать, вот, и очень часто, ну, то есть, это тоже пришло, как бы, по-моему, из Америки, такая тактика, где они так работали не только с владельцами бизнеса, но и, например, с владельцами жилья, когда, например, людей выбрасывали, там, ну, закрывали им контракт на съемное жилье, вот, то можно было, как бы, на этих людей, как бы, давить каким-то образом, показывая, что у этого человека, он не один, у него есть какая-то поддержка, ну, и, то есть, это такая была попытка затмить немножко вот эти забастовки, ну, потому что забастовки стало все сложнее делать, и люди все больше боятся, но, как бы, вот, когда ты делаешь что-то, когда 20 этих человек, которые поддерживают одного, ничего не, в принципе, не теряют, да, потому что они, как бы, просто как грубо поддержки уступают. Предотвращение вырубки лесов, строительство шахт и так далее, это то, о чем я тоже говорила, это, как бы, прямо, ну, физическое нахождение на месте, например, какого-то добычи какого-нибудь угля, да, блокирование его, чуть-чуть позже потом покажу пару картинок, я скачала с интернета, чтобы было больше понятно, то есть, часто люди просто, не знаю, залезают, там, на деревья тех лесов, которых они не хотят, чтобы вырубки, там, живут чуть ли там не месяцами, чтобы, ну, как бы, продлить, это тоже достаточно сильный экономический ущерб, да, потому что мы знаем, что, например, арендовать строительные машины очень дорого, вот, и, как бы, каждый день простое, очень часто, как бы, это, типа, там, не знаю, сразу же, там, какие-то тысячи долларов, да, как бы, минусуются, вот, и, ну, за счет вот этого попытка сделать, как бы, это максимально экономически невыгодным. Ну, я сюда записала еще помощь мигрантам, да, то есть, это может казаться благотворительностью, но на самом деле это тоже, ну, например, то, чем сейчас занимаются, как бы, попольские активисты местные, есть несколько, там, есть НГО, конечно, которые занимаются помощью мигрантов, но есть еще и горизонтальные низовые группы, которые просто ездят отдельно и помогают каким-то образом им, и это, как бы, не форма благотворительности, а форма, скорее, солидарности с ними, и это, как бы, тоже прямое действие, то есть, это не попытка, там, пикетировать у здания, там, ПИС, чтобы они, там, пустили мигрантов, а, как бы, я еду туда и помогаю непосредственно людям. Вот, если почитаете, такая книга, есть «Черные флаги. Ветряные мельницы», которая описывает историю восстановления такого коллектива, общая платформа, назывался после того, как в Америку накрыла Луизиане, накрыла ураган Катрина, и там очень много просто разрушило, во-первых, жилья, людей, поубивало и прочее, но при этом государство очень долго не входило, то есть оно сделало это, как бы, какой-то зоной, куда нельзя было входить, и особо там какие-то спасательные операции не происходили, и очень много бедных людей, которые не могли физически куда-то уехать, потому что, ну, у них не было денег тупо, да, и они, как бы, понимали, что то, что вот этот пустой и мокрый дом или обломки этого дома – это единственное, что у них осталось, и при этом, как бы, полиция, ну, очень жестко репрессировала, как бы, любые попытки там как-то организоваться. Ну, и вот в этой книге описывается становление, как бы, коллектива, когда несколько анархистов приехали, и потом, как бы, делали какие-то призывы к другим активистам по всему, по всей Америке, чтобы туда приезжать и вместе с местными жителями восстанавливать пространство, вот, и они очень многого добились, они делали там и свои клиники, и свои продуктовые какие-то магазины открывали и доставляли, ну, то есть намного, они были намного более эффективными, чем государство, которое просто не хотелось заниматься, не хотели, что просто там эти бедные как-то там куда-то уехали, испарились, умерли и так далее, вот, и это иногда возможно в моменты, когда государство как будто отступает, да, и как будто вот такой получается вакуум власти, когда ты можешь войти и как бы сформировать что-то, но, к сожалению, да, потом как бы государство опять наступает, да, оно понимает, что вот как бы, ну, теперь мы здесь там налаживаем опять свою, как бы, не знаю, пускаем туда полицию, начинаем что-то контролировать, запрещаем какую-нибудь клинику, потому что у вас там не сертифицированные врачи, вот, и как бы, да, этот коллектив, он, в принципе, переродился, но он сейчас функционирует в виде там какой-то НГО для местных жителей, и это все равно было для местных жителей очень большим опытом самоорганизации. Участие в вооруженных конфликтах, ну, это тоже как бы кратко пройдусь, то есть, например, есть, ну, исторически часто бывало такое, да, что, например, там, когда была война после, гражданская война после революции октябрьской, да, то есть там вот было, например, войско там Махно, да, которое считалось анархистским, и, например, какие-то анархисты приезжали туда, да, чтобы как бы бороться на стороне, да, этого, этой армии, либо когда была война, революция в Испании в 36-м году, когда боролись с фашистом Франко, туда очень тоже много, как бы, воинов-интернационалистов, ну, и, как бы, анархистов тоже приезжало. Сейчас можно упомянуть, что, наверное, это такое большое, ну, как бы массовый такой исход происходит в Сирию, в Ржаву, это курдская часть Сирии, где есть попытка установить какой-то такой демократический конфедерализм, скажем так, это не вполне анархизм, но при этом, как бы, достаточно прогрессивное для Ближнего Востока движение, и которое, как бы, на уровне какой-то прямой демократии функционирует, и поэтому многие анархисты едут сейчас туда, как бы, чтобы бороться, ну, раньше против ИГИЛ, теперь против Турции, против, там, возможно, Сирии, когда, как бы, разберутся с другими группировками, скорее всего, они будут, как бы, наступать и на курдов тоже, вот, ну, то есть это тоже, как бы, форма прямого действия. Черный блок на протестах, ну, это, собственно, то, о чем я говорила, когда я говорила, что есть просто протесты, есть, например, когда какая-то часть людей способна, ну, как бы, готова или хочет какой-то конфронтации, например, и не готова, не знаю, там, ходить просто в окружении милиции по разрешенному маршруту, вот, показывать, как бы, свое недовольство, негодование и так далее, вот, и это тактика, то есть это не какая-то группа, которая все время там, которую можно называть организацией, то есть это скорее тактика, которая применяется, зачем? Для того, чтобы, ну, то есть все люди просто одеваются в черное, часто это люди, которые уже готовы, например, к применению слезоточивого газа или каких-то других вещей, которые будут, как бы, полицейские применять в ответ, и они часто становятся, как бы, впереди демонстрации, чтобы, вот, как бы, поскольку они выражают свою готовность, ну, и, типа, они готовы защищать, как бы, часть, остальную часть демонстрации от того, что происходят эти столкновения, вот, одеваются в черное, как бы, не только потому, что стильно, но и потому, что это позволяет потом, ну, как бы, не, сложнее идентифицировать людей, которые, например, вот, если у тебя есть блок в 500 человек, которые все одеты в черное, то сложнее идентифицировать потом, кто конкретно что делает, да, то есть, понятно, что если после демонстрации ты идешь, и ты в черном, то тебя легко идентифицировать, что ты из черного блока, но для этого, как бы, эти люди обычно имеют сменную одежду, да, и быстро, как бы, переодеваются, меняются, но в целом, как бы, очень часто для, там, заведения уголовного дела необходимо уточнить, что вот этот конкретный человек делал вот конкретно это, вот, и вот за счет вот такого, ну, скажем так, комбинации такой анонимности удается, ну, как бы, даже если тебя задерживают, то не обязательно, что это ты что-то сделал, например, ты просто одет в черную одежду, ну, это мы говорим про Европу, да, где все еще, как бы, есть возможность доказать каких-то, какую-то, ну, свою, как бы, невиновность, да, или презумпция невиновности работает, ну, и я здесь еще указала экспроприации и захваты, что касается захватов, это что-то похоже на сквотирование, но мы говорим здесь не про здания, а, например, про земли, и в Латинской Америке очень много, например, есть целые движения, например, движения безземельных крестьян или движения, там, безземельных, там, и индийцев, да, то есть это часто очень те люди, которые живут или, там, их выселяют за счет, там, вырубки, например, амазонских лесов или у них забирают, как бы, земли, потому что там начинают, не знаю, строительство солнечных панелей, кто-то купил, там, землю или что-нибудь в этом роде, вот, и, как бы, а это люди, которые, в принципе, таком аграрном, ну, занимаются, там, сельским хозяйством, да, и как бы необходимы для существования эта земля, вот, поэтому очень часто люди просто сквотируют помещение, не помещение, а земли. Что касается экспроприации, достаточно распространено это в Греции, мне кажется, и в Италии, возможно, где существуют такие неформальные ячейки таких анархоиндивидуалистов, и которые занимаются, ну, как бы, экспроприацией банков, либо для финансирования, например, движения, либо для финансирования своей деятельности, покупки, например, для себя каких-то вооруженных, ну, каких-то, какого-то оружия и так далее, потому что, ну, они как бы видят в... То есть это часто какие-то подпольные группы, да, которые видят цель или метод достижения, например, анархии через какую-то конфронтацию, да, с государством, с обществом, а не через, например, образование, да. То есть это тоже, ну, то есть то, как анархистские группы выбирают методы, очень часто зависит от того, что они считают необходимым здесь и сейчас делать для того, чтобы, как бы, анархия быстрее наступила. И часто люди не согласны, ну, то есть можете найти, там, в Греции в той же анархистов, которые, как бы, одни будут готовы к прямому действию, другие будут говорить, что нет, необходима, там, массовая организация рабочих. И это абсолютно нормально, потому что, ну, как бы, вот такое разнообразие анархисты, как бы, не только приемлют, но и даже приветствуют. Главное, чтобы не было именно противостояния, что кто-то навязывает друг другу, что именно такой метод важнее, а то, что вы делаете, это, как бы, плохо. Да, ну, вот это пример черного блока на, по-моему, это гамбургская демонстрация против G20. Но обратите внимание, что сейчас, поскольку нету непосредственных уже столкновений, то есть очень часто вот эти черные блоки сейчас становятся скорее символичными, и это, как бы, тоже способ для многих молодых людей просто побыть классными, вот. Ну, и при этом это, как бы, не значит, что они опасны, действительно, для, как бы, для самих же ментов, например. Ну, вот это, пример, вот здесь разбирают рельсы активисты, по которым должны были провозить в Германии тоже атомное топливо, ну, то есть отбросы ядерные, вот. И они, как бы, были против того, чтобы это вообще транспортировалось или куда-то вывозилось, вот. И, соответственно, как бы, разбирали. Это, пример, как бы, столика CrimeSync. CrimeSync — это такой американский коллектив, медиаколлектив, который, как бы, производит очень много такой очень яркой пропагандистской такой вот, как бы, литературы. То есть она очень приятная, ну, такая вот, ее хочется брать. То есть они были, наверное, первыми, кто вообще стал делать какие-то такие привлекательные листовки, привлекательные брошюры среди анархистов, вот. И, например, вот эта их брошюра «Изменить все», она была переведена, по-моему, на 20 языков. И они очень активно работают над тем, чтобы, как бы, идеи анархизма, как бы, распространялись максимально широко. И, по-моему, в Америке они их распечатали в стотысячном экземпляре, да. То есть, ну, как бы, для них было важно, чтобы это не просто там вделать и повесить, но просто, ну, как бы, раздать и, как бы, донести свою позицию. Ну, и, соответственно, они эти деньги тоже собрали, как бы, способом какого-то краудфандинга на то, чтобы распечатать. А, ну, вот это тоже пример прямого действия. Это не анархисты, но, как бы, все понятно, да. То есть люди, вместо того, чтобы, там, написать петицию, пришли и разбивают себе пандусы, потому что им хочется ездить, да. Ну, в смысле, не хочется, нужно, чтобы проехать. Это пример сквота. Это сквот, если будете когда-нибудь в Познании, возможно, даже увидите. Это сквот-отзыск, который был, там, до 17-го года. Потом он прямо-прямо в центре, и он до сих пор стоит пустой, несмотря на то, что в 17-м, по-моему, году его, как бы, путем переговоров со владельцем его продал, ну, как бы, владелец вынужден был заплатить сквотером 150 тысяч злотых за то, чтобы они уехали оттуда. Вот, ну, и, как бы, там, разные взгляды на то, даже в движении есть на то, как бы, стоило ли это делать, да, и, там, как бы, ситуация была неоднозначная, но при этом тоже очень смешно, что, как бы, вот, они выселились сквотеров просто для того, чтобы оставить опять пустое здание, которое стоит, и даже еще до сих пор вывеска отзывка висит. Вот это вот анархист работает в печатном кооперативе «Листовка» в Минске. Вот, это пример того, как можно заблокировать своими телами, например, перекресток, не блокируя его, там, с цепками или еще как-то, то есть люди сцеплены в таких тубах руками, и, как бы, в странах, где неприкосновенность человеческого тела или жизнь важна, туда не придут, как бы, менты и не начнут их бить прямо там или резать им руки, разрывать, поэтому это, как бы, означает, что, поскольку они все лежат, их сложно поднять, ну, как бы, для этого нужно поднять всех, чтобы всех увезти, ну, и, как бы, вот такие блокады, они достаточно успешные там, где будет относиться к ним осторожно, да, ну, в смысле, в Беларуси, как бы, такое лучше не делать. Вот, тоже пример блокады единоличной, да, то есть это, вот, например, какая-то вырубка, наверное, или какое-то место, где что-то добывают, и человек юлоком за шею себя прикалывает к машине, и юлок, как бы, как вы знаете, его почти невозможно разрулить, разрубить, вот, и, как бы, от машины тоже нужно тогда либо вампир, ну, то есть это, как бы, занимает время, чтобы тебя оттуда высвободить, не нанеся тебе, как бы, телесных повреждений, вот, и ты даже один можешь, в принципе, что-то такое сделать. Ну, а вот это, да, это пример того, как останавливали, вот, тоже в Германии несколько лет назад шахту, ну, работали, там, продолжение работы на шахте, да, это та же, то есть тоже пытались заблокировать здесь вот выход на рельсы, ну, чтобы не выезжало оттуда, там, производство, например, и вот тоже, ну, как бы, когда собираешь кучу людей, да, пытаешься, там, остановить, как бы, что-то можно, в принципе, да, что-то с этим делать, да, это не 20 человек. Вот это тоже пример, называется трипод, или как-то по-русски тренога, да, вот, на которой сидят, если видите, вверху люди, и внизу люди прикованные тоже вокруг этих ног, и, получается, ты можешь тремя треногами заблокировать дорогу, или, там, даже одной, в принципе, ну, и для того же, потому что, если ты начнешь рубить одну ногу, то этот человек упадет, ну, там, разобьется и, там, поломает руку, поэтому нужно вызывать, там, МЧС и прочее, то есть, как бы, это тоже что-то, что просто замедляет какой-то процесс, и, например, если таких треног просто поставят активисты 20, да, там, по мере поступления, как бы, например, по мере приближения к какому-нибудь заводу, к лесу и так далее, то это, ну, как бы, достаточно сложно через них пройти, ну, вот, да, можно дерево вот так тоже, да, вот и все. И еще последнее, что хотела сказать про методы, наверное, это мой последний слайд именно про виды методов, я его назвала акционизм, это такая, как мне кажется, болезнь белорусских анархистов тоже, но и не только, мне кажется, в целом, возможно, даже всех СНГшных, и мне кажется, что здесь есть очевидная причина этого, в том числе такая, что, к сожалению, нам невозможно, да, действовать публично, и когда невозможно действовать публично, очень много перенимается каких-то методов, которые не, возможно, никак не часто, не подходят к нашему контексту, но при этом, как бы, делаются, и то есть они не наносят, то есть это как бы прямое действие, которое не наносит прямого ущерба, является скорее символическим и нацеленным на медийный эффект, да, то есть, например, ну вот, хороший пример, это там попытка, там, например, сейчас вот сидит такой Никита Емельянов, например, да, Иван Комар, за то, что они забросали лампочками суд, да, когда там знак солидарности с Палиенко, или там два раза попытались поджечь двери Володарки, вот, и мы понимаем, что эта акция изначально не была нацелена на то, чтобы сжечь Володарку, да, ну, как бы, это было бы глупо, во-первых, потому что они бы тогда сожгли Палиенко, вот, а во-вторых, ну, то есть это символизм, как бы, показывающий, что мы готовы на какие-то радикальные действия, если что, и там, как будто, но при этом мы, как бы, вызываем медийный эффект, и при этом, например, садимся сами, да, ну, как бы, за счет того, что акция была спланирована не лучшим образом, и получается, что если мы, мы понимаем, что если такие акции будут проводиться просто символически каждую неделю, то медийного эффекта постепенно уже вообще не будет, да, и как бы, есть, ну, то есть, встает вопрос, как бы, соответствует ли это цели, да, эффективно ли что-то такое, что для тебя является слишком опасным, но при этом не наносит действительно, там, ущерба, который ты хотел бы, чтобы оно нанесло, например, там, обструкцию работы СИЗО на долгое время, там, прекращение приема, там, не знаю, новых заключенных, ну, какие-то такие вещи, да, потому что медийного эффекта можно добиться, например, каким-то перформансом возле СИЗО тоже, да, и получить за это 15 суток, а не там 7 лет. Ну, то есть, это вот, мне кажется, такое немного попытка проявить радикализм там, где можно было бы такими же способами тех же целей, точнее, этих же целей добиться чем-то другим. Иногда это как бы свойственно анархистам, либо, например, распыление действий, когда анархисты делают, там, например, каждую неделю по какой-то новой теме. Сегодня у нас баннер, не знаю, против, там, рабства в армии, завтра у нас какая-то там тема против милиции, то есть, ну, очень много чего можно косяковать, да, в мире. Вот, но при этом ты ничем из этого не занимаешься последовательно, да, то есть ты не делаешь кампанию, например, против призыва, а ты просто выражаешь какой-то протест разово и тратишь, как мне кажется, ресурсы, и при этом ты не особо, ну, как так сказать, то есть цель никакая практически не достигается, кроме того, что ты заявляешь о том, что ты против, да, вот. И мне кажется, что это можно было бы как-то по-другому делать. Вот, я это называю акционизм, хотя это тоже как бы вид прямого действия. Вот, ну и да, и последний, например, метод, да, который я вынесла отдельно, это участие в более широких движениях, то есть, когда мы что-то делаем не сами, а, например, являемся частью, ну, то есть присоединяемся, например, там, есть какие-то антивоенные движения, например, там, в той же Америке, вот есть антиядерные, в Германии очень сильно распространены, есть там какие-то антикапиталистические и так далее, и когда это какой-то такой альянс очень разных групп, в которые как бы ты присоединяешься, вот, и тогда можно в них внутри распространять какие-то принципы и практики на базе того, что ты как бы своим примером демонстрируешь или предлагаешь каким-то образом организовываться. И вы можете встретить, если как бы будете, например, общаться с какими-то активистами, особенно в Европе, что, например, тот же консенсус или горизонтальное взаимодействие очень сильно распространены в группах, которые вообще себя не называют анархистскими, вот, и то есть здесь это как бы уже, ну, становится нормой, вот, и никто как бы про это не думает, и на самом деле, ну, как бы, смысл анархизма не в том, чтобы все стали называть себя анархистами, а как бы просто в том, чтобы какие-то определенные принципы люди принимали как нормальность и готовы были их защищать как свои собственные, без каких-то ярлыков. Деятельность для устойчивости движения очень быстро пробегусь. Как бы, когда анархисты не действуют вовне, нужно понимать, что как бы они еще как-то сами между собой общаются, да, и там организовываются какие-то коллективы для того, чтобы что-то планировать, что-то делать и так далее. Очень часто в этих коллективах тоже много проблем. Например, есть какие-то групповые процессы, то есть там какие-то конфликты могут возникать, в том числе о том, какие методы вы использовать. Могут там какие-то иерархии расти, какой-то авторитаризм или что-то, то есть, ну, как бы с этим нужно разбираться. Вот, кто-то выгорает, либо наоборот нужно научиться привлекать как бы новых людей каким способом, как их интегрировать и так далее. Вот, либо защищаться от репрессий, когда, ну, необходимо действительно, прекратить деятельность просто для того, чтобы там как-то прийти в себя, потому что все сели или там нужно срочно собирать деньги какие-то. Ну, или самообразование, начиная от какой-то теоретической, как бы подкованности, заканчивая тем, чтобы учиться, например, каким-то скиллам, которые тебе необходимы как организатору, как активисту. Например, публичное выступление или, не знаю, рисовать баннер или что-нибудь. То есть, вот это в этом роде. Вот, то есть, это тоже требует времени. И иногда, как бы, это занимает достаточно большое количество времени активистов. И иногда, когда, например, слишком зарепрессированное движение, например, в Беларуси несколько лет, когда было сложно делать вообще что-то, очень, ну, то есть, как бы мы выживали и оставались, ну, скажем так, невидимыми для людей или там, как бы, неактивными для людей, но при этом мы сохраняли контакты и занимались, как бы, такой работой на себя и для себя, вот, развитием. И тоже очень важно сказать здесь, что все эти методы, они, в принципе, как бы, можно выбирать любые, да? И для нас важна незаконность действия, да, какого-то, а этичность его, то есть, насколько этично применять какой-то метод, а не насколько нам разрешают его или не разрешают делать, будем ли мы наказаны за него или не будем наказаны, да? То есть, очень часто говорят о том, что вот, там, кто-то, например, с прямым действием говорит, что вот, зачем же, там, не знаю, разбивать какой-нибудь, там, Макдональдс, там, или что-нибудь в этом роде, да, как бы, и говорят, что вот вы, там, насилие, то есть, ставить насилие над помещением каким-то, да, выше, например, насилие, которое, там, тот же Макдональдс или, там, та же Кока-Кола, которая, к примеру, выкупает в Индии просто ключи, ну, то есть, водные, там, колодцы, да, и добывает от них, из них банакву, а люди, там, не могут, те, которые, там, живут рядом, не могут вообще никак пить и вынуждены покупать у них бутилированную банакву. И, то есть, мы говорим, что для нас насилие над этими людьми важнее намного и, как бы, выше, чем насилие, не знаю, над зданием Кока-Колы, и поэтому для нас это этично и морально, сделать это именно так, как это делается. Ну, горизонтальная низовая организация тоже очень важная. Низовая – это значит, что решения принимаются снизу вверх. Горизонтальная означает, что взаимодействуют на уровне, ну, как бы, без такого иерархического, безвластным. Против реформизма и торгового с властями, ну, это вот то, как бы, я не указала, какие, например, анархисты не приемлют методы. Это, ну, к примеру, там, ходить на выборы, да, или, например, действительно, там, писать какие-то петиции, просить что-то у власти, пытаться переговорить с ними, чтобы они, там, пошли на уступки, сходить на встречу, там, с мэром и так далее. То есть, если идти на встречу с мэром, это только с требованиями, да, а не, например, с тем, что, может быть, мы что-то там выторгуем хотя бы. Вот. Добровольность участия очень важна. И в последнюю тоже сюда я бы поставила к добровольности, что очень часто мы разделяемся, и очень важно проговаривать, кто, как бы, готов в каких действиях участвовать, потому что не должно быть так, что просто группа решает теперь заниматься только прямым действием, а тогда, как некоторые люди могут его либо не поддерживать, либо не быть готовыми к тому, чтобы, ну, как бы им заниматься. Вот. И поэтому очень часто, например, даже на больших вот этих демонстрациях, о которых я говорила, там, блокады, например, G8 или и так далее, часто даже люди просто на уровне этого активистского, как бы, звена разделяются на разные акции, то есть некоторые акции, там, как бы, yellow-блок какой-то там, например, был в Праге, который шел только мирно, протестовал, был какой-то там, по-моему, красный блок, который, как бы, больше на перформансы, какое-то взаимодействие такое клоунское, выпячивание, например, каких-то более такой смешной, привлечение внимания, и там был черный блок, да, который, как бы, готов был, и ты мог присоединиться к любому, и это было ок, то есть никто не критиковал. Вот, как я пишу здесь, да, признание важности разных методов без попытки навязать, или взаимно упрекнуть, или еще, не дай бог, обвинить в том, что из-за того, что вы там что-то сделали, нас всех репрессировали, да, то есть анархисты видят причину репрессии не в действиях, а, как бы, в государстве, да, которое его производит, и поэтому глупо отказываться от каких-то методов для того, чтобы просто, ну, как бы, чтобы нас лишний раз не поругали и так далее. Вот, я здесь написала самофинансирование, как думаете, откуда у анархистов деньги? Кто финансирует анархистов? Сами анархисты. Как? Как они это делают? Аркотики. Речи какие есть? Работают на капиталитах. Да, ну, на самом деле, как бы, наверное, все, что я перечислила, да, там, в методах, в частности, тоже альтернативных всяких, действительно, необходимость в каких-то кассах, да, например, на какие-то конкретные вещи, она есть, и люди могут просто добровольно сбрасывать какие-то деньги, ну, работая на капиталистов, да, у кого есть какие-то лишние вещи, либо очень часто это международная какая-то солидарность, международная помощь между анархистами, потому что, ну, скажем так, анархист в Германии получает по-любому больше анархистов в Беларуси, вот, и при этом для анархистов в Беларуси 100 евро это, как бы, много, чтобы сбросить, то для немецкого анархиста не так много, и поэтому за счет, ну, то есть, вот, это очень важное, наверное, это, как бы, стало тоже сейчас понятно немножко белорусам, да, когда возникла такая белорусская солидарность, когда есть люди по всему миру, да, которые способны, там, поддержать друг друга, раньше, как бы, этого не было, да, например, и мы не понимали, что это такое возможно, но, например, у анархистов это существует всегда, то есть, это существует просто на уровне того, что ты так себя идентифицируешь, и люди доверяют то, что какая-то группа, ну, вот этим занимается, то есть, поэтому можно поехать в любой, в принципе, город, найти контакты анархистов, и тебя разместят, там, в каком-то месте, тебе помогут найти работу, не знаю, если, как бы, мы говорим о том, что, чтобы, там, как бы, где-то кому-то помочь, то есть, понятно, что это не существует в таком виде, что прямо каждый, как бы, получает все, что он хочет, нет, но при этом, как бы, очень сильно развиты вот эти такие очень неформальные связи, и они, как бы, часто помогают, поэтому, да, к сожалению, финансирование через Сороса и вообще, в целом, как бы, попытка, например, финансироваться через, там, не знаю, взять гранты и так далее, то есть, очень часто кончается тем, что люди вынуждены, как бы, работать теперь для того, чтобы эти гранты, ну, как-то окупить, да, то есть, они меняют свои методы и свой подход на такой, на тот, который ожидается, да, который спонсор говорит, что нам необходим вот только такой подход, вот, и мы только это поддержим, и поэтому очень часто, как бы, группы, которые решают, например, взять грант, они меняют свою, ну, например, свои методы или свои принципы работы, вот, в угоду этому, и поэтому это, как бы, достаточно сильно критикуется на уровне движения. Вот. Сказала бы про товары или... О, да, я забыла сказать, действительно, что, да, есть, во-первых, ну, вот то, что я назвала, как бы, дистро, да, часто продаются вещи, которые, там, дороже, например, там, на некоторые вещи просто прямо пишется, да, что, вот, они, там, дороже на 5 евро, но, там, деньги идут конкретно туда, например, и вы, там, можете поддержать. Либо, да, это создание каких-то производств, вот, которые могут, как бы, излишние деньги, например, куда-то направлять. Вот, например, есть в Варшаве такой кооператив «Фуэгро», он занимается продажей, да, и, как бы, распространением кофе от сепатистов. Вот, сепатисты – это в Мексике такой, как бы, народ индийский, которые тоже на таком близком к анархизму уровне организованы, вот, и они производят кофе, и здесь, вот, этот Варшавский кооператив, он распространяет кофе, и можно покупать, и раз в год у них, как бы, есть такой призыв к разным группам, что они могут отдать, там, ну, что-то около 2000 евро, как бы, организациям, которые им напишут, ну, как бы, коллективы, люди, ну, то есть, это что-то, что у них осталось из прибыли, вот, и они ее не хотят, как бы, брать себе, а хотят направить ее на какие-то социальные проекты, вот, и может любой туда подать заявку, ее, как бы, там, рассмотрят, ну, и по возможности удовлетворят, или, там, ну, как бы, как посчитают нужным. Вот, это… — Получается, что все равно идет взаимодействие с капиталистической системой, то есть, люди, которые работают, они покупают эти товары, они работают на систему, на самом деле, то есть, есть ли какие-то альтернативные варианты, чтобы не взаимодействовать? Только между собой пока… Они есть только тогда, когда это будет достаточно массовым, и достаточно представленным, ну, как бы, то есть, если ты будешь способен, если у тебя будет выбор работать, у тебя будет выбор пойти к капиталисту или к анархисту в кооператив, тогда ты будешь способен действительно выбирать, но поскольку пока, как бы, нету возможности, нету настолько много, да, не представлены, например, вот, такие бизнесы, да, так широко, что, как бы, любой туда может прям выбрать, вот, и пойти, то это сложно. Ну, и, как бы, не столько товаров производится, чтобы тебе прям выйти и быть полно самообеспеченным анархистом. Какие проблемы с вот этими всеми методами и с тем, что мы вот такие принципиальные и так далее? Вот я здесь указала, да, что принципиальность, она очень мешает, такая принципиальность и немножко негибкость, возможно, да, в том, что вот мы, например, отказываемся в таких очень распространенных методах участвовать, например, там, как там, те же выборы, какая-то такая вот лоббирование где-то там, каких-то законов и прочее, вот, то есть это мешает формировать какие-то союзы, да, потому что если мы там приходим куда-то и люди говорят о том, что вот, давайте попросим разрешения, чтобы провести этот протест, а мы говорим, ну, мы не просим и мы не хотим, да, как бы, чтобы участвовать в таком протесте, протесте, который, вот, то есть как бы часто нам бывает сложно найти взаимодействие, да, с людьми, потому что есть какое-то, ну, как будто бы различие в радикальности того, чего мы хотим и с кем мы хотим, на какие, как бы, уступки, скажем так, себе или компромиссы мы готовы пойти, вот. Вот, да, существуют, как я сказала, споры о методах, часто доходят, ну, как сказать, доходят даже до каких-то физических столкновений между анархистами, например, в Греции, вот, где существует очень сильная позиция между теми, кто использует и легализм, то есть вот эти экспроприации, вооруженную борьбу, там, взрывы, например, возле, там, домов каких-то судей и так далее, и анархистов, которые, как бы, себя позиционируют как массовая организация, как такие анархокоммунисты, которые пытаются, например, на уровне просвещения работать. Вот, у них прям были физические столкновения, поджоги, сквотов друг друга, там, и так далее. То есть, ну, как бы, это действительно проблема, которая, как бы, в принципе, могла бы и не существовать, если бы люди не занимались, не считали себя правее другого. Ну, то есть, что их метод именно самый правильный и именно такой, как бы, потому что мы не знаем, да, мы не знаем в конечном итоге, что будет лучше и что, как бы, выиграет. Перенос формы без контекста, это тоже очень, особенно для СНГшных анархистов, очень популярно. Просто увидеть, например, что в Америке такое вот происходит, сейчас мы будем это делать, и вот у нас должно что-то получиться. На самом деле не получается, потому что, ну, во-первых, например, некоторые темы нашему обществу неинтересны вообще, да, они не находят отклика, либо нам в наших условиях, как бы, ну, тот же фримаркет, да, как бы ты смотришь, ну, вот, смотрите, вот, как американцы делают, у них так все легко. Приходишь, там, в Минск, даже в такой период либерализации, и тебе уже сложно, потому что, как бы, даже, там, местные, там, владельцы помещений боятся, там, что-то делать, давать и так далее. Ну, и мне кажется, что, вот, к примеру, вот, еда вместо бомб, да, несмотря на то, что, типа, очень хорошая инициатива, и очень, наверное, самая старейшая, как бы, публичная инициатива в Беларуси, вот она недавно закрылась, но при этом, как бы, на мой взгляд, постепенно, особенно, как бы, с моментом, вот, сужения вот этого публичного поля, как бы, изначально еда вместо бомб, это такая, как бы, протестная акция, да, то есть ты там не только раздаешь, как бы, еду, но ты там, не знаю, стоишь с бонерами, раздаешь листовки, показываешь всем видом, что ты против милитаризма, и это не просто для тебя, как бы, форма помощи бездомным, но одновременно ты привлекаешь очень сильное внимание к тому, что очень много тратится, как бы, да, на войну, там, на какое-то вооружение, на милитаризацию общества, вооружение полицейских и так далее, и мне кажется, что в Беларуси из-за контекста, да, не потому, что там активисты были какие-то глупые, не хотели это делать, но из-за контекста им приходилось уходить в форму, которая походила больше на благотворительность, нежели на то, как бы, что изначально она предусматривала, вот. Символизм и декларативность вместо реальных изменений, мне кажется, тоже это очень похоже, очень, для меня это такая большая проблема насущная, когда мы делаем, мы заявляем о том, что да, нам нужно формировать вот эти сообщества, нам нужно работать с людьми, нам нужно вот, ну, как бы, быть среди людей, быть среди тех, кто делает, там, не знаю, вот, дворовые протесты и так далее, и потом оказывается, что, например, часть людей не готовы, там, да, часть анархистов видят себя, там, скорее, на, например, на протестные акции с баннером, нежели вот во своем дворе общаясь с соседями, и как бы, ну, то есть, я не хочу критиковать ни тех, ни других, но вопрос такой, что, мне кажется, очень часто анархисты поддерживают что-то в своей голове, но когда у них, получается, появляется реальная возможность это сделать, и, ну, как бы, проверить на практике, это сложно, да, потому что мы привыкли к тому, чтобы, что люди скорее к нам враждебны, или люди скорее не слушают нас, мы слишком странные, мы слишком радикальные, мы слишком оригинальные, и иногда получается сложно, даже когда уже люди, в принципе, открыты, сложно видеть себя, ну, вот, как часть, часть какого-то сообщества, а не только часть анархистов, например, да? В первой части, значит, мы говорили о разных методах, которые анархисты и анархистки используют на сегодняшний день, и мы подумали, что будет интересно поговорить о использовании насилия в анархическом движении, как метода борьбы с государством, капитализмом и так далее, потому что очень популярен вообще в каком-то прогрессивном дискурсе, когда мы говорим о каких-то социальных изменениях, о протестах и так далее, о демократических изменениях, очень популярен этот спор между тем, что, между пацифистами, которые призывают к абсолютно мирным каким-то действиям, или несопротивлению, и людьми, которые, там, призывают к вооруженному сопротивлению или сопротивлению с использованием силы, насилия, вот, или каких-то тактик, которые тоже используют насилие. И поэтому мы хотели немножко рассказать о том, как в анархизме эти вопросы поднимаются и обсуждаются, и может какую-то дискуссию спровоцировать на эту тему. Наверняка вы все знаете, что в белорусском, так бы, как бы, сообществе, в Беларуси, в общем, тоже был такой разговор, дискурс об использовании сопротивления, активного сопротивления силового против милиции, ОМОНа, в общем, сил государственного террора, сил авторитаризма, да. И были очень разные мнения, кто-то говорил о том, что мирный протест должен быть только не сопротив... Ну, мы должны использовать тактику несопротивления, потому что... Ну, и там были разные аргументы, о которых мы еще поговорим. Вот, кто-то говорил, что наоборот, нужно использовать силу. И я подумала, что, как бы, думая, возвращаясь к тем моментам, к белорусскому протесту, тоже очень хорошо можно проследить какие-то аргументы, которые я сегодня буду упоминать. Единственное, что я хочу упомянуть, что, возможно, многим из вас будет казаться, что, например, если мы говорим о том, что ненасильственный протест часто неэффективен, то вам может казаться, да, я вижу это на примере, например, авторитарного государства, диктатуры, но в демократических государствах, где права человека соблюдаются чуть лучше, наверняка все по-другому. Поэтому я подготовила тоже несколько примеров из европейских или из США, из европейских стран США, которые тоже иллюстрируют отношение к насилию в государствах. И сначала, чтобы мы могли обсуждать конкретно насилие и ненасилие, я бы хотела немножко разобраться с терминами и сказать, например, какие методы мы считаем ненасильственными, какие тактики мы считаем ненасильственными или пацифистскими. Вот данный список предложен анархистским автором Питером Гельдерлоссом, и он, ну как бы, не полный, очень подробно, он не разбивает на все возможные тактики, но он различается по, так скажем, основному способу действия или основной цели. Вот. Он выделяет следующие пацифистские тактики. Это мирный протест, уличный, например, и такая сноска сразу, что мирный уличный протест — это тот, что фасилитирован государством. То есть, когда государство конкретно выделяет, вот, вы пойдете по этому маршруту, в такое-то время вас будет охранять полиция, то есть он не вызывает никаких помех городской инфраструктуре, он не блокирует действия каких-то служб или капитала, он просто существует как бы с позволения каких-то властей. или публичный протест, то, что в английском называется там public outcry, то есть какое-то публичное движение в медиа, в соцсетях, каких-то, не знаю, в городском пространстве высказываний, призывающих сделать что-то или осуждающих какие-то действия. Лоббирование — это, как уже упоминали, например, писание петиции, но также это, например, влияние каких-то компаний, капитала на, собственно, политические процессы или политические решения внутри государства. Создание альтернатив — это НГО, благотворительность и низовой активизм также, которые, ну, как бы, помогают с какой-то проблемой. Словно, там, если в стране происходит дискриминация людей негетеросексуальных, то создается НГО, которое занимается там помощью этим людям. И неподчинение тоже считается ненасильственной тактикой. Это можно считать как забастовки или занимание какого-то пространства и, как бы, отказ уходить. Тоже неподчинение может быть прямым действием, как уже в первой части мы говорили о том, что блокировка каких-то дорог тоже может считаться неподчинением. Вот. И это основные ненасильственные тактики, которые используют там современное протестное движение или какие-то политические движения. В чем их минус? За что их критикуют? Приверженцы, например, не только этих тактик, скажем так. Значит, очень часто проблема не только в том, что эти тактики используются. Проблема в том, что люди, которые отстаивают ненасильственные тактики политических изменений или пацифизм, можно сказать так, они полностью отказываются и запрещают другим использовать другие тактики. То есть мы говорили о том, что анархисты и анархистки остаивают важность использования разнообразных тактик и позволение использования этих тактик. В свою очередь, многие люди, которые придерживаются пацифизма, говорят о том, что только тактики, которые являются пацифическими, могут быть использованы, и мы не должны наносить никакого ущерба собственности или другим людям и так далее. И в этом кроются минусы следующие. Один из них – это в том, что пацифизм – это привилегия. Очень часто протестные движения используют насилие в результате насилия, которое уже было оказано на этих людей. То есть, например, если мы вспомним Black Lives Matter движение в США, которое появилось в результате полицейского насилия над темнокожими людьми, многие тоже критиковали это движение за, например, уничтожение собственности или какие-то погромы. Но важно понимать, что эти люди, которые очень долгое время структурно чувствовали на себя насилие, потому что просто система власти и система распределения ресурсов, система распределения образования, здравоохранения и так далее была построена так, чтобы исключать этих людей. И эти люди в результате проигрывали экономически, социально. Темнокожие люди как бы жили в гетто, в геттоизированных районах, в бедноте. И тем самым это тоже является насилием. Просто оно является невидимым насилием, которое многие люди, особенно пацифисты, насилием не считают. И так сказать, вот эти тактики пацифизма, мирного протеста, когда тебе говорят, что ты можешь высказывать свое мнение только, например, определенным образом на мирном протесте в сторону людей расселизированных, которые темнокожие, которые уже имеют какой-то предрассудок со стороны полиции, например, в Америке, у которых намного больше шансов быть задержанными или избитыми со стороны полиции, даже участие в мирном протесте для них несет определенные риски. Поэтому для них они выбирают активное сопротивление силовое часто полиции или разрушение собственности, чтобы, опять же, помешать капиталу и сделать их высказывание более заметным. То есть очень многие люди в мире, в разных странах регулярно подвергаются принудительным досмотрам, выселению, если у них не хватает денег заплатить за свою квартиру, аренду и так далее, принудительному выселению. бездомных людей постоянно перемещают с места на место и выгоняют из публичных пространств, только потому что они бездомные. Еще один пример такого насилия – это лагеря для беженцев, из которых они не могут выйти, они фактически арестованы. И все эти люди не имеют привилегии отказываться от какого-то насильственного сопротивления, потому что они уже регулярно, ежедневно испытывают на себе насилие со стороны государства. Поэтому важно помнить, что пацифизм – это позиция, которая может существовать, когда ты сам не чувствуешь на себе насилия, которое происходит с другими людьми. Также пацифизм критикуют за неэффективность. И Гельдерлёс, опять же, обращает наше внимание, что часто исторические движения, которые сейчас мы видим как пацифические, например, движение Ганди за индийское освобождение в 20 веке, или движение за права, ну, за социальные перемены в 60-х в Америке, опять же, за права темнокожих, антивоенные движения. В истории позже изображается как пацифическое. Но на самом деле в тот же момент существовали разные коллективы, группы, которые использовали какие-то насильственные тактики. Например, вместе с Мартином Лютером Кингом в Америке были черные пантеры. В Индии тоже существовали коллективы, я, к сожалению, не помню сейчас название, которые применяли вооруженное насилие в сторону колонизаторской армии. Вот. И государство в итоге обычно шло на уступки пацифических групп, потому что боялось насилия со стороны вот этих более милитантных, более радикальных групп. Но при этом история обычно сохраняет только пацифическое движение и говорит, что их социальные изменения были полностью его заслугой. Гильдерлёс же говорит о том, что пацифические движения часто малоэффективны, потому что государству очень легко их либо вообще не услышать, либо сторговаться с ними, согласиться на какие-то уступки, но при этом важнейшие требования не выполнить. Например, там в той же Америке во время движения за социальные права они согласились условно дать определенным группам населения демократические права, но экономические требования их не были выполнены. Вот. И, собственно, это и есть третий пункт мой. Пацифические движения очень легко захватываются и обезвреживаются государством. С ними очень легко торговаться, с ними очень легко как бы все меньше уменьшать и уменьшать их требования, чтобы сделать их наиболее безобидными и не привести к реальному политическому изменению, а просто привести к каким-то послаблениям, уступкам и, возможно, к каким-то поверхностным изменениям, которые реально не изменяют ситуацию. То есть, хотя, условно, там в Америке с расизмом в 60-е как будто справились, на самом деле темнокожие люди страдают от расизма в Америке до сих пор. Про расизмизированность я уже немножко упомянула о том, что, ну, как бы в западном мире, в белом мире темнокожим людям или людям, мигрантам, или не только мигрантам, а просто людям, которые этнически выглядят как будто они из Ближнего Востока, из Африки, они намного чаще подвергаются насилию, и насилие с их стороны как бы ожидается. То есть из расизма полиция и общество в целом предполагает, что эти люди будут проявлять насилие, из-за этого, опять же, они проявляют в их сторону больше насилия, и получается такой замкнутый круг, где при этом, когда эти люди пытаются использовать самозащиту, насилие как самозащиту, они часто обвиняются, опять же, из-за того же самого расизма, потому что мы скорее ожидаем, что черный человек там будет кого-то пырять ножом, чем будем разбираться в том, что это была самозащита. Вот. И самый главный пункт, который можно говорить, когда мы критикуем пацифизм, это лицемерие. И я тут написала такой кликбейтный немного заголовок. На самом деле пацифисты принимают использование насилия. Что я имею под этим в виду? Когда мы говорим об использовании насилия для каких-то социальных изменений, чаще всего мы называем этот тип насилия политическое насилие. То есть это уничтожение какой-то собственности, это, возможно, даже атаки на определенных людей, на, возможно, армии, на милицию или на каких-то политиков. Вот. И такое насилие обычно в обществе порицается, не одобряется, осуждается. Но при этом пацифисты не имеют ничего против существования тюрем и полиции, которые, собственно, являются полицейским насилием и политическим насилием. Потому что полиция, мы еще будем говорить об этом в будущем, но полиция, в том числе, это инструмент власти, инструмент политики. И полиция действует в соответствии с политическими установками государства. Ну, то есть, я думаю, в Беларуси это очевидный пример, что милиция выполняет как бы законы, устанавливающиеся авторитарной властью и совершает насилие над жителями страны. Но мы можем подумать и про более демократичные государства. Например, опять же, США, я вспомню, и войну над наркотиками, которую начали в 80-е. И тогда полиция как бы начала очень часто задерживать и обыскивать людей, которых они подозревали в хранении наркотиков, очень часто темнокожих. И не обязательно даже они могли иметь при себе наркотики, они могли даже... Полиция могла подозревать, что они там ассоциируются с людьми, ходят вместе с людьми, которые заняты там в торговле или употреблении наркотиков, арестовывать их и кидать в тюрьмы. И это было полностью политическое решение, основанное на заявлении Рейгана, что вот, мы теперь воюем с наркотиками, у нас жесткий курс на искоренение наркотиков, и поэтому Рейгану требовалось очень много криминальных дел, связанных с этим. И полиция, собственно, задерживала людей, очень часто фабриковала дела, связанные с наркотиками. И важно понимать, что большинство людей не воспринимает, например, институт полиции или институт тюрьмы как политическое насилие, но поскольку они выполняют волю государства, и у государства есть цель контролировать людей, у государства есть цель управлять людьми, организовывать жизнь таким образом, как им удобно, полиция тоже является частью политического насилия. И если вы принимаете существование полиции, то вы принимаете приемлемость, условно, политического насилия. Вот. Ну, собственно, я уже об этом немножко рассказала, что такое политическое насилие, но, в принципе, это насилие, которое используется для поддержания какого-то, условно, общественного порядка или изменения этого порядка. По поводу полиции еще хотела вспомнить, есть такой философ Уолтер Беньямин, и он в своем эссе о насилии говорит о трех видах насилия, и один из этих видов он выделяет и называет мистическим насилием, мифическим насилием, точнее, извините. И под этим он имеет в виду то насилие, которое происходит для производства какого-то мифа, и под мифом он имеет в виду социальное устройство. То есть, например, он приводит в пример французскую революцию. Французская революция была, ну, как бы, взрывом такого насилия, во время которого убрали абсолютную монархию, убили короля, то есть буквально насилие, но при этом оно произвело Французскую республику, новое государственное устройство, которое потом стало ну, как бы, нормальным общественным строем для людей, которые жили внутри него. И важно понимать, что, как бы, полицейское насилие или насилие государства тоже является мифическим насилием, потому что оно, собственно, создает законы, создает такую систему, в которой мы все потом живем и в которую мы вписываемся. и что интересно, о чем пишет Бениамин, что это мифическое насилие, оно часто не отображено в каких-то как бы законах, текстах, то есть оно не проговаривается открыто. Его, как бы, удобность для людей, которые его используют, для государства, скажем, в том, что оно очень размыто и поэтому его границы не определены и поэтому эти границы могут постоянно сдвигаться. Например, вот софасилитаторка моя уже упоминала о терроризме, о том, что многие какие-то анархистские движения или освободительные движения могут классифицироваться как терроризм в США сейчас. И в мире действительно очень много дел в Западной Европе сейчас происходит или имеется много уголовных дел, когда действия каких-то людей, которые просто вредили, например, собственности или, например, даже не вредили собственности, но там хранили у себя какие-то определенные материалы на компьютере и так далее, классифицировались как террористические действия. И сами законы о терроризме часто прописаны так, что невозможно сказать точно, какое действие является террористическим, какое нет, потому что это очень удобная категория, в которую государство может поместить очень многих людей и таким образом криминализировать их, преследовать их, репрессировать на основании того, что они приписали им этот лейбл террорист ярлык. Я думаю, в Беларуси тоже вы видите, что это тоже происходит постоянно. Очень разные действия классифицируются как террористические. И тут важно тоже упомянуть такой термин, как монополия на насилие, который часто тоже используется в анархической и вообще в политической теории, который значит, собственно, что насилие централизируется в какой-то одной институции или у какого-то одного субъекта власти. У государства есть монополия на насилие, потому что государственные акторы — это единственные люди, которые могут применять насилие. И, например, полиция может применять насилие, пограничники могут применять насилие, люди, работающие в мигрантских лагерях могут применять насилие. Но если другие какие-то жители города применят насилие, то это криминализируется, и они преследуются законом, потому что единственные люди, которые могут применять насилие, это люди, ассоциирующиеся с государством. Тут, собственно, фотография протеста. Есть такой аргумент, что политическое насилие, которое происходит на демонстрациях и протестах, очень часто вызывает ответное полицейское насилие. Этот аргумент часто используется противниками насильственных методов, на что я хотела сказать, что полицейское насилие очень часто происходит без какой-либо провокации, уже направленной на мирных протестующих. Мы можем вспомнить протесты в Германии, где полиция очень часто атакует мирных демонстраторов, просто потому что им показалось, что кто-то может быть вооружен или опасен. В Америке такое тоже происходит, особенно часто, вот как раз недавно это происходило на протестах БЛМ, когда полиция атаковала мирных протестующих. Мы можем вспомнить про, например, сейчас Казахстан, актуальная тема в 2011 году, да, в ЖАНО Озине расстреляли мирный страйк рабочих, мирную забастовку рабочих. 46 человек погибло. Или вот в Афганистане, да, мирные демонстрации женщин, талибан тоже расстреливают из оружия. Ну, то есть, как бы, понятно, что это талибан, но мы видим, что это происходит по всему миру. Тут цитата Бертольда Брехта такая, не очень хорошо видно, я зачитаю, наверное. Убить можно разными способами. Можно прыгнуть человека ножом в живот, лишить его хлеба, не вылечить от болезни, поселить в плохих условиях, заставить работать до изнеможения, довести до самоубийства, отправить на войну. Только некоторые из этих способов запрещены государством. То есть, опять же, это цитата о структурном насилии, которое очень часто нам невидимо. Брехт говорит тут, что какие-то способы, условно, прямое насилие, то есть атака на кого-то запрещены государством, но при этом насилие, которое само государство использует, даже не говоря о полицейском насилии, которое может быть более заметно, а геттоизация, расслоение общества, исключение каких-то экономических слоев из здравоохранения, доведение их до бедности и, опять же, отправление их на войну, то есть, собственно, умирать за это государство, не считаются насилием. И поэтому часто, возможно, даже политическое насилие можно классифицировать как самооборону, потому что его используют люди, которые постоянно угнетены и которые находятся в ситуации структурного насилия, когда они подвергаются какому-то, ну, как бы, или экономическому насилию, или напрямую полицейскому насилию, и они, в свою очередь, используют насилие как способ отстоять свои права, и это можно рассматривать даже как насилие в качестве самозащиты. Когда на нас кто-то нападает, ну, мы защищаемся. Но дело в том, что структурное насилие невидимо, и поэтому часто тогда политическое насилие кажется нам, как бы, излишним или беспричинным, потому что мы не замечаем, что на нас уже оказывается какое-то давление насилия. Ну, на нас, скорее всего, нет, мы с вами довольно привилегированы тут. Ну вот, я обещала привести несколько примеров тоже, несколько кейсов, так сказать, разобрать. Это дело Уильяма Ванс Пронсона, которое произошло в 2019 году. Ну, Уильям был таким активистом анархистского движения в Америке и антифашистом, и он напал на центр иммиграционной полиции, которые содержали людей в, ну, как бы, в мигрантском закрытом лагере, готовя их к депортации, скорее всего. Вот, и в Америке, если вы не знаете, очень большой кризис, так сказать, прав человека в мигрантских лагерях. Их ограничивают в еде, их насильно задерживают, избивают. Вот я вставила тут заголовок из, по-моему, это CNN, о том, что более 40 мигрантов умерли в мигрантских лагерях за последние 4 года. Вот, и Уильям в качестве протеста атаковал офис мигрантской полиции, закидав их коктейлями Молотова. И один из полицейских, которые присутствовали возле этого офиса, убил его. Вот, и что интересно, как бы, медиа, которые потом говорили об этом случае, как бы, писали об этом в газетах и так далее, говорили о том, что Уиллом использовал насилие, хотя, как бы, никто не пострадал в результате его действия, он просто атаковал само здание. Но когда они говорили об убийстве Уиллома полицейским, они использовали такие выражения, как ликвидировали угрозу или, там, применили необходимую силу, ну, как бы, не называя это действие даже убийством, и не считая его насилием, считая, что, как бы, это не было частью насилия. Ну, хотя при этом то, что происходит в этих мигрантских лагерях, то, что люди содержатся в клетках, как бы, что там их избивают, лишают воды, еды, медицинской помощи, и, ну, собственно, убивают, насилием не называется. И никаких, как бы, действий со стороны государства, чтобы эту ситуацию изменить, не происходит. Полиция не идет освобождать эти мигрантские лагеря и не стреляет в, не знаю, людей, которые избивают мигрантов. И еще один пример, который уже моя софасилитаторка упоминала, это вот как раз блокировка шахты Газвейлер в Германии. Вот Лера говорила о том, что, как бы, 200, там, 250, по-моему, человек собрались заблокировать шахту. Они блокировали шахту в течение двух дней, и после этого приехала полиция на место блокировки шахты. И, ну, как бы, силой их оттуда вытолкнула, многих задержала, тоже, опять же, использовала силу, там, избила протестующих в какой-то мере. Что тоже интересно, это, опять же, то, как описывался этот случай в медиа. Очень многие, в том числе CEO этой шахты, то есть ее, как бы, хозяин, называли действия этих протестующих криминальным насилием, хотя они даже не, как бы, иничтожали ее собственность, они буквально просто блокировали подъезды, работают эти шахты, ничего не было разрушено в результате их действий. Но действия полиции, опять же, как бы, не характеризовались как насилие, просто, как бы, говорились о том, что они устранили помеху, или, там, прекратили протест, или что-то еще. Вот. И, например, в том же Казахстане мы можем вспомнить то, что сейчас происходит, да, когда люди, медиа государственные особенно, говорили об убийстве полицейских или военных, они очень подробно, очень детально описывали эти убийства, и, как бы, как они произошли, вызывая сочувствие, и особенно, ну, как бы, называя, собственно, это убийствами. Но при этом, когда они говорили об убитых протестующих, даже мирных протестующих, они называли это ликвидацией угрозы, уничтожением угрозы. И, например, как мы знаем, сейчас известно точно количество убитых военных, но до сих пор неизвестно количество, даже примерное, убитых мирных протестующих и гражданского населения обычного, которое произошло в Казахстане. Вот. Я думаю, ну, вот из всего, что я говорила, можно вывести вывод такой, что насилие – это достаточно проблематичный термин даже в своем использовании, потому что мы видим, что какие-то действия с применением силы называются насилием, какие-то – нет. Многие люди могут уметь разные трактовки того, чем являлось насилие, ну, что являлось насилием, а что – нет. Например, если мы там определяем насилие как вообще применение какой-либо силы для того, чтобы заставить человека делать что-то, не обязательно даже физической, то как бы в нашем мире появляется очень много насилия, потому что мы все время… Даже, например, воспитание детей заключается в том, что иногда мы заставляем наших детей делать то, что они не хотят делать. Вот. Поэтому насилие – это такой термин, который очень сильно зависит от контекста. И в данный момент публичный дискурс во многом захвачен как бы государством и такой условно-либеральной прогрессивной риторикой, которая определяет насилие как криминализированное уничтожение или нанесение каких-то повреждений собственности и людям. Вот. И важно понимать, что это определение очень выгодно для каких-то акторов, для каких-то субъектов. И важно понимать, для кого оно выгодно. Оно выгодно для государства очень часто, для капиталистов. И понимать, какие другие трактовки слова «насилие» могут быть, термина. И понимать, какое насилие мы можем принять как необходимое, например, а какое – не можем. И вот по поводу принятия и непринятия насилия я еще хотела сказать в конце, что мы говорили о том, что анархизм отличается от многих прогрессивных политических течений, либеральных, демократических, не знаю, левых условно политических течений, тем, что принимает разнообразие тактик, то есть не осуждает насильственные методы борьбы. И насильственные методы могут включать как уничтожение собственности, так и сопротивление полиции, например, сопротивление ультраправым группировкам, которые тоже готовы применять насилие, борьба с фашизмом, с применением насилия и так далее. Но очень важно понимать, что даже внутри самого анархического сообщества ведется очень много разговоров и критики и со стороны анархофеминисток, например, тоже, о том, что насилие, то это довольно все-таки, как сказать, очень интенсивный инструмент, скажем так. И насилие имеет свойство захватывать как бы человеческую психологию, скажем так, человеческий взгляд и менять его. То есть, например, почему мы критикуем институт полиции в том числе? Потому что полицейские в какой-то момент полностью меняют свой взгляд на мир и видят других людей просто как людей, которые нуждаются в полистинге. То есть людей, которых нужно проверять, которых нужно ограничивать, которых нужно бояться, которых нужно подозревать в чем-то. И если насилие становится инструментом, который ты используешь полностью не критично, инструментом, который является первым ответом, который приходит тебе в голову, или если там появляются группы, которые регулярно используют насилие, ну, там, условно, в условиях каких-то военных противостояний или, например, в условиях борьбы с фашизмом, и которые при этом никак не рефлексируют по этому поводу, насилие очень часто может стать, ну, как бы, таким инструментом, который формирует их сознание, формирует их мировоззрение и очень сильно затрудняет их социализацию, затрудняет их отношения с другими людьми и затрудняет способность их эмпатии, способность, как бы, организовываться вместе с другими людьми, способность существовать в обществе каком-то. И поэтому анархизм, в том числе, ну, говорит о том, что нам нужна разнообразие тактик, о том, что мы должны быть, кто-то должен быть готов, точнее, даже не готов, но мы не должны осуждать использование насилия, политического насилия или насилия в качестве самозащиты, но при этом говорит о том, что мы всегда должны рефлексировать и думать, в какие моменты действительно мы можем, как бы, принимать политическое насилие, какие нет и в какие моменты оно действительно необходимо. Значит, читать я советую «Как ненасилие защищает государство». Это, собственно, книга, которая отвечает на самые распространенные аргументы пацифистов и немножко говорит об истории тоже использования насилия в политических движениях, в рабочих движениях, в национально-освободительных движениях. О насилии, словое ЖЖ как говорит, о, скорее, самоинтерпретации термина «насилие» и о самом концепции явления насилия в нашем обществе. И оно более глубоко уже с философской точки зрения смотрит на само существование насилия. И в список фильмов я добавила «Иуда и черный мессия». Это фильм довольно известный, он на «Оскар» был номинирован в прошлом году. И он рассказывает о движении черных пантер в США. И я думаю, там просто очень хорошо показаны, как бы, разные стороны использования насилия и, как бы, что оно было необходимо в какие-то моменты, и что, как оно действовало, собственно, на людей, которые применяли насилие, и что не всегда это было очень легко, и, как бы, там, стрелять в полицейских, не только с точки зрения, что тебя могут посадить, но и психологически. В общем, я добавила вот эти все фильмы. Это просто примеры того, как можно, ну, что-то из тех методов, которых я говорила. И в основном это прямое действие, да, вы видите здесь мотеглины и производство. Это вот в заводе «Занон», который захватили, это по производству плитки. Вот. Не знаю, кстати, насколько он сейчас функционирует, но он какое-то время был активен. Ну, освобождение животных, если дерево упадет, это фронт освобождения земли. «Школа Диас» — это тоже на... и «Битва в Сиэтле». Два фильма, они художественные, но они на реальных событиях основаны. Вот. «Битва в Сиэтле» — это 99-й год, когда блокировали «Большую восьмерку» в Сиэтле. И там вот тоже, кстати, увидите... там не очень хороший дубляж, но там увидите, как бы, вот эту вот оппозицию между протестующими мирных и немирных, как бы, методов. Вот. Вот. И тоже достаточно интересно, как... там, из позиций полицейских, как будто бы, снято немножко, из позиций активистов. Вот. А «Школа Диас» — это тоже о протестах в Генуе. Вот. И там тоже, собственно, показывается очень активно, как условно ненасильственное сопротивление. Как бы, там полицейские напали на медиа-центр независимый, который базировался на тот момент в школе. Вот. И как бы просто условно перенес... ну, то есть полицейские перенесли свою агрессию на людей, которые... Ну, скажем так, они получили что-то на демонстрации полицейские, да, от других протестующих и перенесли как бы свою агрессию на людей, которые были в тот момент в этой школе. Вот. Несмотря на то, что как бы никто им там даже сопротивления не оказывал, кроме там каких-то забаррикадирований внутри. Вот. А две книги, которые я указала вверху, это книги, которые... Можно вот... «Черные флаги. Ветриная мельница» — это про борьбу с последствиями урагана Катрины, которые я указывала. «Beautiful Trouble» — это... ну, не столько как бы анархистская книга, но при этом там достаточно интересные тактики написаны, в том числе такого креативного подхода к сопротивлению вообще и к борьбе. Вот. И вот, ну, она есть на русском, можно тоже почитать, посмотреть. По поводу методов, как вызываю, она бы не прямого сопротивления. Мне кажется, их часто не дооценивают те же самые петиции на сайте «Черчерк». Сколько я всего не накушиваюсь, дальше не работаю, чтобы был царя милости, просит, займитесь лучше делом или еще что-то в этом духе. Ну, во-первых, петиция на «Черчерк.вод» — это работает не как просьба милости царю, а как ведать социальное удовлетворение на то же самое государство, если набирает достаточное количество голосов. Как ведать вовлечение в борьбу новых жителей, которые видят эту петицию, будут подписываться и начинают, ну, новых участников, новых фактористов. И начинают вовлекаться в нее. И в комбинировании с другими методами эти методы очень хорошо действуют. Есть живой пример. Значит, в России была такая история, «ШИИС» она называется. Значит, в первых регионах хотели сделать мусоросжигательный завод, против всех норм экологии, там экологические эксперты заключили, что будет сильное разрушение, загрязнение реки и вообще беда. Но все на это включают государство на приваре. И у Варламова есть фильм «ШИИС», там можно подробнее посмотреть. Значит, активисты начали бороться. Значит, с непрямыми методами просто так у них ничего не получилось, и они пришли и заняли место в будущей строке, то есть метод прямого действия использования. Кроме этого, они использовали петицию на сайте Change.org, она набрала несколько сотен тысяч, по-моему, подписей и стала способом привлечения СМИ единого давления такого дополнительного. Кроме этого, активисты подали на застройщика, который защищал гвардии государства, в государственный суд. И государственный суд стал по сторону этих активистов. Они суд выиграли, это документированный факт. Это стало методом дополнительного давления на государство и на востройщиках, но в итоге активисты выиграли эту борьбу. При помощи комбинирования методов прямого действия и обстанка вызываемыми методами непрямого действия, по которым очень часто все люди пренебрегают, к сожалению. Вот, собственно, вывод такой, что пренебрегать нефотями, наверное, все-таки не стоит, буквально. Про ненасильственную борьбу тоже хочу добавить. Идеолог с этих методички цветных революций, так называемых, называется Джин Шаркс. Его эти методы ненасильственные очень подробно описаны, то есть он приводит их в 198, по-моему, штук, и перед, если взять книгу о диктатуре демократии, она у него называется, там перед методами на небольшом объеме написаны теории этой ненасильственной борьбы. В том числе он написывает, что не стоит договариваться с диктаторами, потому что они вас обманут, потому что они не пойдут вам на встречу, то есть вместе, не зная на то, что у него методы, так называемые, ненасильственные борьбы, он тем не менее говорит, что переговорами это не заканчивается. Ну и есть, наверное, примеры, все-таки подъек только этими методами. Последний пример – это Армения 2018 года, у них там бы тоже не было лидер, в отношениях бы сейчас все закончилось, но это к самим методам, но это уже продолжение истории, не только отношения. Они сработали. Как минимум один раз они сработали. У меня все. Я наверное все уплываю, что там и так далее, тут же говорилось больше про, как раз таки говорилось про, не говорилось про какие-то акции, плохо, какие-то хорошие. Да, я скорее дополняю. Но как раз таки говорилось про комбинирование всех методов, поэтому мне кажется, что это как бы в этом бывает здесь. Нет, я согласен с тем, что мы должны использовать все возможные методы, но не исключательные. Нет, я не примагаю, совсем исключательные. Я понял это. То, что, чтобы донести как можно меньше, да, нагреганную друг другу и каким-то жизням, там жертву сближать и так далее. По поводу любви с оборудований, то там тоже не было все полностью мирно, там опять же, начинало, там тоже были стычки, там тоже были какие-то насильственные действия, изначально там не было их очень много, но тем не менее они были. Но за счет все-таки массовости и блокировки дорог, они сами потом завоевают, этот армянский штаб сделал видео с Советом Армян-Белоруссии. Они рассказали свою методологию и сказали, что самое главное это реализуйте жизнь в стране, где-нибудь позади, но около заходили, ну чтобы так с ними не называться, чтобы вам не было. Потому что государственный диктатор, он притворяется демократом, и на этом можно сыграть. Даже доктор Чен написал свою книгу «Группу партизарскую борьбу», но в самом начале этой книги, даже начало я читать не стала, и по этой причине все написано, что если диктатура притворяется демократией, методы правовой борьбы не исчерпаны, партизарский отряд стоит, пока не стоит. Но вот так читал. Вот, то есть на этом можно вполне себе сыграть. И армяне они говорили напрямую одежду и не идти, но вот такая революция пешеходов нефта называлась, то есть они воспользовались правом, приходили под переходом сколько времени и останавливались на нем. И таким образом, вот это отглавливали кучу народу в свою революцию, потому что люди не стали пугаться, потому что типа нет такого закона, иначе мы тоже можем днем поучаствовать, и все вот это нет, получилось здесь. Терроризовать дороги, вызвать забастовки, стимулировать этим, и так далее. Но типа на работу ехать нельзя. Можно остаться дома и заставать. И по этим словам не скажут, что вся дорога заблокирована, а в один момент ты сам его блокируешь, на самом деле. Я пришел. Ну, понятно, что как бы этого может быть достаточно в условиях каких-то там определенных, но опять же, это было, это практиковалось в Беларуси, и в любом случае, этого не хватило. Очевидно, из-за различий, как бы, в... Я бы права, пластирую, что переходят, иначе никто не пошел на это. Беларусы просто что не сделаны. Ну, что-то, мне нравится, не будет, и доработал, и сказал, что вот, короче, не было возможности добраться. То есть, как бы, ну, люди с другими, которые использовали в плане, когда блокировали дороги, они, как это, находили больше поводов попробовать не выйти на работу, забастовку, еще что-то. У вас ведь не хватило, поэтому мы не можем оставлять, работало бы, это, в Беларуси, если бы это, в Беларуси не сработало, этого не хотело бы, не может сейчас сказать, опасности не было. Как-то, а вот было заблокировано, ну, да, подъезжалось. Ну, я думаю, все опять же упирается в разнообразие методов, и вряд ли, например, блокировка дорог в Армении была единственным методом, который сработал, типа, на то, что их революция выиграла. Но, как вот я упоминала, очень часто остается так, что в истории остается только пара движений или методов, наиболее заметных. еще, я думаю, это часто влияет на то, что власти готовы больше сотрудничать, типа, на публичном уровне, то есть, там, договариваться, приглашать на какие-то, не знаю, аудиенции или упоминать в медиа движения и, как бы, группы людей, которые используют абсолютно пацифические, ненасиственные и, как бы, безобидные такие методы. Вот. Поэтому часто из-за этого они остаются в истории, потому что они наиболее видны, они наиболее, их как бы подсвечивает медиа и государство. Вот. И поэтому, ну, вряд ли можно революцию или, там, смену правительства в Армении приписывать только пешеходам или блокировке дорог, но в истории, например, это сохраняется только это, потому что это было таким очень заметным символом, вот, все ходили по дорогам и поэтому сменилось правительство. Дополнение, скажу этих слов, то, что опять же, мы опять же забываем про то, что в Армении пылись уже стычки и там было насилие, которое вообще абсолютно не замечается и это остается как бы закатом. То же самое происходит и в Беларуси. Все массово и повально называют это мирными протестами и так далее. Как будто бы вот этих всех 9-10-11 августа никому-то бы не существовало. То есть сам либеральный пресс пытается как бы стереть вот это вот из истории и сделать из этого честудивные протесты. В целом так не было. Ну, у меня просто такое личное впечатление, у меня было ощущение, что в целом как бы проблема в Беларуси была в том, что, ну, как бы было логично, что многие люди не будут готовы на какие-то активные и такие видимые действия против как бы власти, ну, такой, и продолжительные при этом. но при том у меня было ощущение, что есть какое-то желание. То есть с одной стороны люди готовы были как бы везде писать про мирный протест, но с другой стороны вот эти мелочи, которые как бы люди видели там на видео, да, когда видели, как кого-то там отбивают у милиции, когда там кого-то, какой-то милиционер там падает условно или кто-то его там как бы как это сказать, он падает от чьей-то ноги и так далее. Эти видео все становились вирусными и это тоже такой показатель как будто такой внутренний, не знаю, не то что предрасположенности к этому, но как будто такой, что с одной стороны, ну, и вот мне кажется, что тоже интересное было достаточно, что в целом в обществе не было, в отличие как бы от правозащитного дискурса, который как бы сразу стал разделять, ну, как бы сейчас уже проще, но сначала как бы признавали политическими только тех, кто как бы был, ну, вот прям вот просто стоял и сфотографировался с рукой с Виктори, да, или с флагом, а там людей, условно, которые как бы там железную дорогу там что-то где-то саботировали, их не признавали заключенными, нигде про них там не писали, они не получали соответственно никакой помощи от, ну, как бы фондов, которые как бы говорили, заявляли, что мы агрегируем помощь для всех реперсированных белорусов, вот, и потребовалось, ну, но при этом на уровне людей, насколько я как бы это воспринимала, это было совсем не так, то есть было ощущение, что людям, в принципе, было интересно знать и писать и поддерживать всех абсолютно, кто пострадал, и не было вот этого вот разделения на как бы каких-то котиков и там каких-то не слишком дальновидных людей, которые только всем все испортили, вот, и было ощущение, что, не знаю, может быть, хотите поделиться тоже как бы своим мнением или ощущением, вот, по поводу наблюдением за казахским протестом сейчас, что было ощущение, что у белорусов было какое-то такое желание посмотреть за этим, ну вот, как за каким-то видео, да, как сказать, да, таким riot porn, чтобы, ну, и как будто уже на тот момент, когда это происходило, это было такое, что все, ну, как будто бы немножко болели, да, за это и никому как бы не резало глаз, да, то, что там кто-то поджигает, не знаю, там, акиматы, да, вот, и вот интересно, как, с каким, ну, с каким чувством, может быть, если вы тоже про себя можете сказать или про каких-то отклики своих знакомых, люди вышли из этого, то есть мы увидели, что восстание было подавлено, достаточно жестко, вот, мы видели, что, как бы, часть людей тоже там, да, на каких-то площадях были какие-то даже ссоры между протестующими, которые говорили одни, там, давайте убирать там юрту, другие говорили, нет, давайте оставим, да, то есть мы видели, как бы, дискуссия была тоже между этими людьми, вот, и, как бы, вот, белорусы посмотрели и как будто бы увидели, ну, вот, что-то, да, как бы, что случилось дальше, и, как вы думаете, с чем это оставило, в принципе, людей? с каким-то деморализующим, скорее, ну, таким демотивирующим, как бы, взглядом, либо, ну, люди сделали какие-то другие выводы, я не знаю, какие, что вы о себе можете сказать? Мне кажется, люди сделали выводы, что, если что, Путин везет войска, если в Беларуси будут протесты, с которыми не справятся белорусы. Ну, в принципе, мне кажется, что в Беларуси очень много напирали на мирный характер протеста для того, чтобы максимально так делегитимизировать насилие со стороны государства, чтобы, как бы, каждый случай применения насилия против протестующих, он был максимально осуждаем, чтобы было понятно, что, ну, никакого права даже, там, гипотетического у полива, ну, у милиции не было. Другое дело, что, затянулись с этим достаточно далеко, мне кажется. Сейчас уже, когда прошло много времени, уже, как бы, кажется, что, может быть, и стоило бы, наверное, посерьезнее ко всему этому, ну, скажем, с физической точки зрения относиться. Но, в тот момент, наверное, ну, вот и сейчас глядят после Казахстана, насколько быстро, за счет того, что в Казахстане происходило, именно, ну, протест был достаточно серьезно, так насыщен насильственными методами, насколько быстро реакция со стороны государства была, такая очень мощная и насильственная, и привлечение вот этих всех сил ЛДКБ и прочего всего. И я слышал такие теории о том, что, например, не знаю, насколько это правда, но звучит для меня достаточно правдоподобно, что в Казахстане, для Казахстана даже со стороны России готовили какие-то криминальные сообщества для того, чтобы они дискредитировали протест изнутри за счет насилия и мародерства, чтобы легче было его, ну, как бы, ликвидировать насилие против казахского, мирного даже характера протеста и как можно скорее его и как можно жестче за счет этого подавить и создать картинку, ведь сейчас же самое главное, наверное мощная вещь это картинка, это визуально информация за счет чего в принципе почему тоже, как мне кажется, на белорусский протест так давили, чтобы он был мирным, чтобы как можно большее количество людей к нему привлечь и, ну, а в Беларуси люди, ну, и я в том числе, ну, я отношу себя к тем, кто скорее сторонник не насильственного, потому что, ну, не знаю, как это даже описать, но люди боятся в том числе насильственных каких-то методов и на свою сторону гораздо легче привлечь людей, которые видят, что, ну, это как бы мирно происходит. здесь и там. Я для себя сделала такую основу, что одиночка у нас не отрывается, в Украине, потому что мы в такой ситуации, что, да, уводить войска ДКБ и просто той же российский спецназ у Беларуси, который приехал и бил наших ребят. и то, что мы таксам разумляли про аминархизм, как важно международные некие створать связи, и то же самое мне подается тут без некой связи между протестами, некими рухами, я тут не не возить гэта позиция такая представничая, некая, а некая возить рух, который делает протест, чтобы они объединены с разных странами. Могчима, могчима, так само мне сумнем, что это поможет. Но сейчас казахи просят беларусов, например, управлять некие протесты противоводов войск ТКБ, как бы так само как бы они показали некую солидарность, и мы хотим так само объединяться. Или может, не подается нюхать и момент, сейчас слишком всем не решиливать сзади. Я вот рекомендую спросил спикера, когда мы говорили, по поводу мирности, не мирности, мирной части, если все прав, ну, как бы тоже согласен, что мирный протест отвлекает на разу больше людей, чтобы мы увидели на протестах белорусских, когда протест стал мирным, вышли сразу сотни тысяч людей, и это правда, до этого мирный протест важен, но важен создавать массовость, но почему-то выходит так, что в какой-то момент эта мирность стала очень радикальной, и любые попытки выйти за рамки радикальной мирности принимались как провокаторство, и в этом ошибка большая, опять же, про комбинирование тактик, я участвовал в процессах в разных городах, странах, например, был свидетелем своими глазами, как действуют архисти Барселоны, например, в Каталонии, в Испании, вообще, в принципе. Там идет демонстрация, есть огромная часть информационного мира, и есть какая-то часть черного блока, который идет и совершает какие-то акции прямого действия, типа громит банки, громит полицейские участки, и не раз видел, что как-то все делается, и после акции никто даже задерживает, никого даже не задерживает, потому что две части играют вместе. То есть черный блок он, условно, идет, атакует какие-то дражеские объекты, потом быстро теряется в толпе, толпайл прикрывает, чтобы не было и камеры, и никакие копы. Люди переодеваются в этой толпе, скидывают все спальные шмотки и вещи и растворяются в толпе. Понятно, что там не совсем работают условия в Беларуси, потому что там просто все сбили, но это было тоже наработано годами, и это пример того, как две вот эти стороны протеста могут подбереваться. То есть одни делают, то есть условно, атакуют, а вторые их убивают. Я хотела сказать, что да, я согласна с тем, что, ну, уже в который раз убеждаюсь, наверное, в том, что, условно, пока Россия не будет свободна, не будет свободен никто в СНГ, ну, и как бы, потому что, если бы у нас в России были достаточно широкие движения, которые, условно, могли бы блокировать дороги в Казахстан, ложиться перед этими танками, ну, как бы, и каким-то образом, ну, то есть про Беларусь я уже не говорю даже, да, понятно, что они там летают на самолетах и прочее, но как бы даже, ну, мы видим даже по реакции России, да, то, что это там, типа, пять одиночных пикетов, да, или что-то в этом роде, то есть как бы общество запуганное, оно не может ни реагировать ни на военную агрессию в сторону Украины, да, ни на что-то еще, вот, еще хотела прокомментировать вот эту вот аналогию, ну, или как бы утверждение, которое часто тоже встречается, ну, вот, то, что как будто есть там, якобы кого-то там забрасывают специально, значит, это вот они делают, да, как бы, чтобы очернить, мне кажется, что несмотря на то, правда это или нет, то есть я не могу знать и как бы понятно, что агентов или каких-то лиц, которые как бы интервировались в протест, их всегда, ну, они всегда есть и как бы даже на примере там белорусского протеста, которого вот сейчас там словно люди в каких-то ботах там какую-то партизанскую борьбу там, да, свою ведут и в эти боты как бы вливаются специально, да, какие-то люди, которые как бы потом выцепляют других людей делать с собой акции прямого действия и потом их там берут как бы, да, намеренно, то есть, типа, ты просто понимаешь, как сказать, самых активных берешь как бы в оборот и типа как бы их, ну, их не надо вычислять, ты их как бы сам формируешь, вот. Другое дело, что мне кажется, что на 10 случаев, когда медиа или кто-то говорит о том, что протест был дискредитирован кем-то специально, кто-то был подослан там туда, наверное, только в одном случае это являлось правдой, потому что очень часто просто как бы в целом любой протест, ну, как будто бы типа насилия автоматически дискредитирует протест, ну, в любом, да, как бы дискурсе, и мы можем говорить это, что если это не россиянец дискредитировали, то значит фанаты Динамо, потому что они вот изначально самые такие вот как бы насильственные и так далее, если там не они, так там еще кто-то, да, и можно находить как бы всегда ну вот кого-то, кто как будто бы против там нас, или там делает нам плохо, невинедальновидный и так далее, и это также видно, ну, это вот это вот как бы вот это вот мирная соль, да, то есть что типа изначально протест такой, но вот бывают как бы вот такие отклонения, И мы что-то с ними должны сделать, как-то их проанализировать. Хотя, как правильно ты заметил, это может быть как симбиоз, и не обязательно друг друга поливать грязью, называть одних ленточниками, какими-то непонятными, других называть, когда начинается взаимное поливание грязью. И мне кажется, что это очень сильно также проявляется в том, как сейчас реагируют на те же, например, когда людей осуждают за саботаж, за атаку на милицию, за насилие конкретное, которое часто люди признают. При этом в медиа такие случаи, ну, обратите внимание, да, как бы пытаются, ну, то есть вы видите больше случаев там до той же там весне, не знаю, еще где-то, когда там описывают, какого-то котика ни за что забрали, да, чем опишут, что вот там была там, не знаю, семья, там условно, которая там со втухове, ну, там типа заговорилась, и они как бы, ну, их еще не осудили, да, мы не знаем, какая их позиция. Но типа мы не видим в медиа такого, что люди реально там были, ну, разгневаны, и они как бы приняли, выбрали такой способ для себя, и это ок. Да, то есть нет такого, да, то есть мы очень часто видим от родственников тоже, что просто все родственники такие, ну, ни за что забрали, ничего не делал, жил там, помогал животным там, ну, как бы, то есть всегда попытка заключенного сделать, ну, не каким-то агентом и субъектом, как бы, какой-то деятельности, а попытка его, как бы, обелить и ввести вот в этот обратно, в этот дискурс, втянуть его, то есть даже если он что-то сделал, то он просто на эмоциях был, если он там куда-то пошел, так это его уговорили, да, то есть как бы человек не может просто в своем уме хотеть, ну, нанести ущерб государству, да, или ущерб милиции, там, и все такое, мне кажется, вот это очень портит вообще картину мира, которую, как бы, ну, и когда ты говоришь, не знаю, почему белорусы вот так, ну, вот потому, да, потому что мы просто, все время нас кормят, как бы, вот тем, как надо, как лучше, ну, вот, как принято, не знаю. Я хотел, да, ну, сейчас, когда уже столько времени прошло, и поговорить там с некоторыми людьми, даже, например, как только я приехал в Польшу, где-то чуть больше года назад, очень, в основном, окружали меня украинцы, и когда мы разговаривали о белорусских протестах, они все крутили пальцем и виска и говорили, ну, как, типа, вообще, на что вы надеялись со своим этим мирным протестом, потому что протест, это когда ты идешь, как бы, и добиваешься того, что тебе нужно любыми методами, которые только могут быть, ну, и сейчас, да, я думаю, что, наверное, эффективный протест может быть только тогда, когда есть большое количество людей, которые сторонники мирного протеста, но при этом власть, либо кто-либо, кто с противоположной стороны, он понимает, что этот протест в любой момент может действительно показать силу, то есть, ну, добиться того, чего он хочет, теми методами, которыми этого возможно добиться, иначе, ну, действительно, обмахать все время ленточками, да, это красиво, это здорово, это привлекает, это создает прекрасный имидж, но поскольку эффекта нету, то, ну, значит, ну, нужно, наверное, стоит, ну, как я считаю, стремиться к тому, чтобы быть мирными, но быть готовым идти до каких-то более серьезных вещей, только тогда можно чего-то добиться. Я хочу еще добавить, что, да, мирный протест не может показать, что он будет действительно чем-то добиться, он вызывает протеста в ответ, больше насилия со стороны государства, потому что государство говорит, что, да, у них есть сила, они сейчас, ну, очень быстро падают, и здесь тоже, мне кажется, что мы забываем о том, что есть еще цифровое начисление, где мы могли бы воздействовать на государство, что очень важно будет для государства, во-первых, во-вторых, так как вот, 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 очень важно организовать как можно больших людей, которые и не станут работать. Это огромная сила, которая действительно очень явно покажет государство, что через два дня у страны никто не будет, и это тоже огромная форма. По поводу забастовок, да, огромная сила, и она подается тоже часто как сила, мирная сила, которая, естественно, может там что-то изменить, это правда, но тоже стоит учитывать, что, скорее всего, если бы забастовка имела какой-то успех, она бы тоже обернулась каким-то насилием, в конце концов, это тоже стоит рассчитывать, этого стоит ожидать. Какие хорошие, какие могут быть более эффективными, и пускай мы в виду, что контекста плохое, что в Казахстане, что в Беларуси не было основной стратегии. То есть, если мы принимаем забастовку, например, за основную стратегию, вот это сделано в Армении, все остальные реакции у нас должны кипиться вокруг, где-то основной стратегии. Если нам нужно для этого разрушить на заводе что-нибудь, там сломать, то мы с целью, чтобы завод бастовал и остановился, это делать, и так далее, и тому подобное. Какого-то в Казахстане, ну, наверное, тяжело, это все восстанилось, потому что все белорусы, которые увидели, что дневный мир не работает, потому что они увидели, что сила тоже не работает, вводится ОДКП и очень быстро все это подавляется. Ну и, кстати, митинг был в Беларуси мира, в том числе и за спасение такого сценариуса, потому что сила на стороне диктатуры, и очень быстро, что это можно подновить. Поэтому протест был таким, каким он был. Но в целом я согласна, что дискут что-то против, значит, таких методов, которые можно назвать не вилами, слишком сильный экстранизм. Допустим, когда-то водометры забрали, это очень многих пообушевило. Вот, но те, кто водометры забрали, вроде бы, что-то из них все, но не слышно ничего абсолютно про них, но, с другой стороны, в защиту дискурса немножко могу сказать, что я помню, что говорилось о том, что если людей вынудили на какие-то отчаянные шаги, то там с арматуры идти, то, что это не люди виноваты, а не ты своим засилием их вынудили, и в день может конярсно, пока не с тобой поговорим. Хотел еще подъявлять слова и дополнить по поводу того, что когда мы делаемся слишком нервными, как будто бы режим видит, что мы слабые, начинает раздавить. Так, собственно, произошло в Беларуси. Они как будто бы дали вот эту волю сначала в августе походить, да. Ну да, они как будто бы дали в эту волю ходить, да, но на самом деле они систематически защищали территорию, систематически защищали провинцию. И когда вся провинция уже была зачищена поэтапно, остался один минс, который тоже не мог один сопротивляться. Таким образом, они систематически просто репрессировали весь протест. И вот это к тому, что когда мы, ну то есть, как будто бы, они видят, что да, мы дали, условно дали, я не считаю, что мы дали слабину, да, потому что мы там вышли, у нас там вышло очень много людей, да, но они... Показали просто, как можно подавить. Да, ну и для них это слабина, то есть для людей, понимающих сколько сил, ну, то есть для людей, управляющих на языке силу, они понимают только язык силы, поэтому для них это слабина. И когда ты показываешь, что ты радикально минус, они начинают применять такие тактики и стратегии, прям стратегии целой, да, защищают этому конкретному спорту. Вот я хочу заметить, у них это стратегия Дува. Что же в протеста не было бы без сих пор? Мне кажется, важно еще обратить внимание на то, как большинству людей не нравится то число, в котором мы живем, но мы продолжаем в нем жить, потому что все вот дезорганизованы, все тянут в простую сторону, а государство, оно централизовано, сплочено, иногда сплочается даже в обход, по-моему, через законов еще больше и, наоборот, старается как можно больше разделить, там, дезорганизовать всех, кто с ними согласен, по любому признаку. Кто-то говорит, там, тот левый, тот правый, ты вот, там, феминистка, а ты, там, сторонник патриархата, ты, там, мирный протестующий, а ты не мирный и так далее. То есть доходит до абсурда уже до того, что есть феминистки против гендеров и так далее. Давайте разделимся еще на сто пятьсот, там, групп. У нас, там, анархо-капиталисты против анархо-коммунистов, а внутри анархо-коммунистов там еще какие-нибудь различия по этому признаку. Пока у нас там не будет группы больше трех человек, еще возможности объединиться. В это время, ну, типа, власть, она в любом случае централизуется, и эти различия оставляют за бортом на время угрозы. И еще одна проблема, что власть, она не боится, действует. То есть то же самое Лукашенко, он там наделал кучу ошибок, как говорили, что это ошибки вначале, но действовала она всегда активно. От предыдущей всегда очень много думают, очень боятся действовать, из-за этого Тарасана Кахановска так до сих пор не сделала никакой причемное действие из-за этого процесса этого. Я хотел, скорее, чуть-чуть найти о методах и все такое, что очень важна поддержка, потому что я вспомнил ситуацию, когда, ну, это не связано, типа, с последними событиями, а скорее, еще раньше, когда за меня заступились пожилые люди. То есть, как бы, они не дали меня полиции, грубо говоря, милиции. Вот. Хотя, ну, они просто стояли, то есть у них какой-то мир был, я что-то другое делал. Но, ну, короче, что для меня заступились люди, для меня это был неожиданность, и это очень как-то дело. Вы подвернали. Ну, вообще, хотелось бы нам сказать насчет просвещения, да, вот этот слайд прошел-то довольно-таки легко. Никто не говорит о том, что важна информированность и понимание больших масс людей. Потому что то, что мы сейчас говорим, там, и это понимает один процент населения в целом, это и пока большинство людей верит в существующую систему, она будет существовать. Пока большинство людей видит только такой вариант жизни, уклад, который сейчас есть, так оно и будет. Поэтому важен очень уровень образованности людей. И пока это очень трудный процесс, как распространить и как объяснить грамотную информацию. Потому что большинство людей даже не понимает, а что будет дальше. То есть, ну, разрушишь ты эту систему, а что будет дальше? Как, по какому укладу ты будешь жить в будущем? Это очень важный момент. Этому нужно объяснить не только даже как разрушить, а что можно создать, во что человек захочет верить, в каком будущем он хочет жить, ради чего это все. Это тоже очень важный момент. И пока нету такой целостной структуры понимания всего этого, и никогда не будет и не будет поддержки большинства с точки зрения понимания и внимания на все это. Ничего не сделает там один процент населения. Пока нету именно понимания четкого, что, как и что будет дальше. Я скажу ответ, ну, как бы на тему разделений. Да, это есть, проблема существует, но у меня сейчас подумалось, что, вероятно, все разделения и вообще как будто попытки тянуть протест в разные стороны и прочее, они пляшут от того, что люди как раз таки подсознательно понимают, что в случае изменений будут ли учтены их интересы, конкретно их. Вот как идентичности, к которой они себя относят. Это могут быть бизнес, это могут быть рабочие, это могут быть трансгендеры, это могут быть женщины. То есть кто, как бы для кого какая ближе, ну, скажем так, идентичность. И когда люди понимают, что в протесте или в повестке нету их интересов, ну, то есть они не постулируются и не транслируются, им очень важно как бы выйти из ряда вон и сказать, здравствуйте, вообще-то феминизм, да? Как бы, ну, кто-то выходит и говорит, а вообще-то там, не знаю, еще какие-то вещи, да? То есть, и мне кажется, что в этом как раз таки последствия того, что как бы когда ты пытаешься гомогенизировать протест, было бы как будто бы, ну, вот я согласна с тем, что очень мало вообще внимания уделялось как бы политизации народа. То есть уделялось много внимания, делайте, 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 молодцы, 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 но как бы, как бы что дальше, то есть всегда это что дальше упиралось в то, что выборы, ну, а там посмотрим, да, как бы заживем как-нибудь, да? Да, и как бы мне кажется, что из-за этого, как бы и сейчас мы видим, да, что действительно протест представлен разными субъектами, там, Латушка себе, Тихановская себе, куча там каких-то дворовых активистов себе, да, то есть каждый, действительно, каждый из-за того, что нету какого-то общего порыва, каждый формулирует, это тоже нормально, мне кажется, множественность таких взглядов, это классно, но если бы, ну, мне кажется, что могло бы помочь как раз-таки позиционирование на то, что давайте, посмотри, не просто каждый тянет сам на себя, и там, например, Тихановская никогда не упоминает там, не знаю, латушку, да, а он наоборот, чтобы просто потому, что вот они как бы свое блюдут, а чтобы показать, например, что вот, как бы у нас множество, и это ок иметь разные интересы, давайте как бы там, ну, я к тому, что как бы нету в посыле отнесения к тому, что мы как бы все разные, у нас разные интересы, и это нормально отстаивать их сейчас, и тогда как бы мне кажется, что люди могли бы увидеть, что они действительно могут что-то как бы вложить и на что-то рассчитывать, потому что из, как бы я пыталась вот сейчас вспомнить, при каких условиях могли бы люди быть условно гомогенными, да, но это либо когда у них общий интерес, ну, вот и как бы мы, когда там сюда приезжали сапатисты, они рассказывали, что их там условно последние сто лет просто в рабстве держали, как бы, да, колонизаторы, вернее, ну, ландлорды, землевладельцы, да, и они у них как бы работали, и то есть для них это был типа опыт, который их объединял, и они как бы 20 лет там готовили эту революцию, да, и потом как бы ее сделали, отобрали себе земли, выгнали этих землевладельцев и так далее, и для них это было что-то, что как бы это был их интерес, и он объединял их всех, и для них было очень просто представить себе что-то, как бы, что они хотели бы иметь, да, ну, то есть вместо, что вместо, да, то есть в Беларуси такого нет, ну, то есть кому-то достаточно будет просто продолжить работать, чтобы от него отвалили, кому-то нужно, чтобы там условия для бизнеса низкие налоги, кто-то вообще не понимает этого, потому что живет на 250 рублей, как бы что мне, ну, как бы мне интересы бизнеса там вообще никуда, да, кто-то вообще там, не знаю, гей, который вот там избивают и как бы в коме умирает, да, и всем на это срать, то есть вопрос в том, что как бы у нас нет общего признака, ну, как бы, и это тоже логично, вот, либо это должно быть как бы общее что-то, типа, когда есть что-то настолько важное, что другого важного уже нет, ну, это как бы примерно твоя жизнь, например, как там словно курды в Ржаве, да, или что-то, то есть есть война и все как бы, ну, ты можешь либо воевать, потому что, типа, если ты просто будешь сидеть дома, то как бы ты завтра умрешь, да, или там еще как-то, и вот мне кажется, как будто бы вот способы объединиться, они существуют вот только такие, либо когда это какая-то гомогенная группа с очень четким интересом, и то, я думаю, что я тоже ошибаюсь про сапатистов, что это гомогенная группа, ни одно общество не может быть гомогенным, ну, как бы ни в каком виде, то есть это скорее просто, ну, как бы, общее условие очень жесткое, которое им нужно было убрать, да, у белорусов есть это условие, то есть, да, это сейчас как бы террор, да, то есть он затрагивает реально всех, даже тех, кто не участвует, ну, как бы, это просто, жить сейчас в Беларуси, ну, это просто как бы мрак, ну, потому что ты просто понимаешь, что ты вообще никто, и звать тебя никак ни в какой ситуации, вот, и, ну, вот, как будто на этом фоне белорусы, в принципе, и боролись, То есть у них же не было даже понимания, что мы хотим Потому что никто им ничего не обещал И это хорошо, что Сихоновская им ничего не обещала Не говорила, что я вам зарплаты подниму, не знаю, еще что-то То есть люди боролись от обратного Но, к сожалению, да, это стало более смертоносным, чем сидеть в покое Ну, что большая ситуация решительна, что бы спорят уже через пенсионеры, примерно Это означает, наверное, надо с того, что, возможно, даже с Большим Но эта степени активация насилия повлияла на то, что человек, правитель, делать даже маленькие действия То есть теперь, конечно, я не знаю, даже не дарить всякими деталями То есть просто более решительно выступили И я не знаю, хватило бы этого, чтобы закончить революцию При совокупности факторов, может, даже и хватило бы То есть вот этой решительности белоросов очень часто им не хватало Они боятся нарушить какие-то правила Надо что-то делать, боясь нарушить эти правила И, выходя на несколько сомнированных, даже в самом деле, в том, что он умел и уместно Сомнирован, уже нарушаются какие-то правила Надо сказать, что народ, ну, это все правила Нарушать не страшно и нужно, если он не входит в человека Вот, супер, спасибо, что пришли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!